Раз, два, три, раз, два, три. Добрый, добрый вечер, дамы и господа. Рад всех приветствовать. Так, традиционно проверяем звук. Итак, как меня слышно? Я вместе с Эльвирой нахожусь в Крыму, чему очень рад. Так, слышно хорошо, отлично. Ну, 2-3 минуты с вами поболтаю, пока народ подтягивается, собирается. В Крыму хорошо, замечательно. Вчера было плюс 24 градуса. В общем, жарко было. Сегодня целый день дождик моросит. Прохладно. Вот так температура скачет. В общем, здорово. Ну что, к нашему приезду все персики здесь закончились. Доедаем арбузы крымские. Цены здесь значительно дороже, чем на материковой нашей части России. В общем, в Крыму вот так. Главное тепло здесь. Хорошо. Так, ну что, все. Общие вопросы о погоде закончили. Так, что бы мне хотелось сейчас еще из таких общих моментов сообщить. Ну ладно, вспомним. Значит, что еще? Сегодня у нас... Секундочку. Я перезвоню. Значит, сегодня, сегодня, сегодня у нас в гостях Владимир Зворотный. Мы традиционно с ним по четвергам, каждый четверг встречаемся. Все моего выступления огромное количество. Сегодня у нас несколько организаторов на этой встречи. Поэтому рад всех приветствовать и новичков, которые сюда попали благодаря приглашению, да, наших дорогих организаторов. Так что очень-очень рад. Значит, что еще хочется сказать из таких... Из того, что уже было. Владимир Зворотный, он, ну, готов выступать хоть каждый день. Потому что темы выступления огромное количество. Все темы интересны. Он сам специалист очень высокого уровня. Ну, профессиональный медик. Ну, вот еще, кроме профессионального медицинского образования, и еще занимается восточной медициной, что делает его опыт вообще уникальным и эффективным, гораздо более эффективным. Значит, тем выступлений уже было огромное количество. Сегодня вот Владимир Петрович выбрал тему «Стань стройной». Опять же, это все в контексте будет восточной медицины. Так что будем слушать. Запись выступления, конечно же, будет вестись. И все, значит, впервые на этой площадочке, значит, объявляют, что вы завтра запись получите от своего организатора. И завтра в рассылочке запись будет вам на почту всем выслана. Так что слушаем внимательно, потому что, ну, в действительности, очень такие классные, интересные, эффективные, полезные вещи прямо на выступлении Владимир Петрович всегда сообщает. Так что успевайте вникать в то, что он говорит, и сразу брать себе на заметочку, ну и, соответственно, использовать в своей жизни. Ну, наверное, все из общих фраз. Так что, Владимир Петрович, если вы уже готовы начать вещание, так, он готов. Встречаем его аплодисментами. Передай микрофон. Всем добрый вечер. Так, с вами Владимир Петрович. Я нахожусь в городе Тольятти. Здесь погода, видимо, подстать той, которая в Крыму. Сейчас я подгружу для более качественного восприятия информации презентацию, потому что это всегда, в общем-то, очень полезно. И давайте мы с вами проверим технические наши характеристики. Если меня слышно нормально, поставьте плюсики. Давайте так делать. Замечательно. Извините, вообще, вот тему, которую я сегодня затрагиваю, она для меня очень близка. То есть вы уже наверняка, многие меня слышали, как я рассказывал о суджок-терапии, как я рассказываю о восточных методиках оздоровления. Я, в принципе, буду продолжать это делать. Кстати, будьте добры, те, кто уже как бы слушал меня раньше, так, потому что вот сегодня по моим подсчетам я у Дамира вот на его площадке выступаю с пятой темой. Так, как бы уже, наверное, с шестой или с седьмой раз, если не восьмой. А тему затрагиваю именно пятую. На самом деле у меня в голове есть тема «Стань счастливой», есть тема «Стань, скажем, живи без стресса». Это все впереди вас ожидает. Значит, кто впервые сегодня у нас, поставьте девятку. Кто уже был, поставьте пятерку. Ну что ж, замечательно. Я о себе не буду много рассказывать. Кому нужно, он, в общем-то, только что прочитал обо мне. Все это действительно... Единственное, там написано 500 видео, я тут на днях на YouTube глянул, а там уже 630 почти видео лежит. Вообще, я тему именно интернет, общение с людьми сейчас учитивно, безусловно, осваиваю, потому что, ну, пройти мимо этого инструмента просто не могу. И, вы знаете, вот касается именно сегодняшней конкретной темы и вот тех, скажем так, посылов информационных. Первое, это узнаете, как быстро, легко и без диет можно эффективно снизить вес за одну-три неделю, потом узнаете, где есть точка красоты на теле, узнаете, как обуздать вечерние, так и подробно о курсе «Стань стройной». Вот это мы сегодня с вами очень, так сказать, тщательно рассмотрим, разберем, и я надеюсь, что эта информация для многих из вас, в общем-то, будет полезной и необходимой. Ну и, безусловно, не могу обойти стороной свою любимую тему, это важнейшие точки тела. Тем более, что, вот, как бы, анализирую свои профессиональные, научные интересы, и я смотрю, что в 80% случаев они все кружатся именно вокруг платформы вот этой философской восточных систем оздоровления. И, соответственно, знаете, давайте перед тем, как вот мы приступим к разбору именно сегодняшних тем по плану, будьте добры, вот кто считает, что он на самом деле стройный человек, что он не нуждается ни в каких советах, поставьте тройку, так, а кто считает, что у него есть такая потребность именно сделать себя красивее, поставьте единичку. Тройка, все нормально, единичка, нужно немало. Ну что ж, дорогие мои, так вот, давайте начнем вот с чего. С того, что, ну, во-первых, безусловно, восточная медицина имеет огромные возможности для того, чтобы помочь людям именно в этом направлении. Но, вы знаете, вот это выступление я бы хотел, чтобы вы взяли на вооружение вот этот информационный посыл. Мне нравится мудрое высказывание Конфуция, и вот одно из них, то есть лишь самые умные и самые глупые не могут измениться. То есть, по большому счету, значит, мы все, если мы начинаем осознавать, что какая-то потребность, то, безусловно, нужно хотя бы какие-то шаги предпринимать, делать. И, в общем-то, для этого существует очень много подходов. Вот даже, знаете, темой, занимаясь 2000 года, я вам приведу один простой такой пример. Как важно, чтобы у тех людей, которые стоят именно на путь вот красоты, то есть хорошего внешнего вида, было понимание, вообще, откуда начинать. И мы сегодня с вами разберем именно избыточную массу тела с точки зрения и психологии, и с точки зрения восточной медицины. Ну, еще такой очень важный момент, причем я изначально, как бы, в большей степени был на него ориентирован, сейчас стал немножко меняться. Это подходы, связанные с диетологией, потому что, ну, большинство людей могут сразу сказать, вы знаете, ну, что ж тут такого сложного? В общем-то, для того, чтобы стать стройной, нужно, ну, действительно, рот заклеить. Да, это правильно, рот заклеить, но обычно эта схема не работает. На сегодняшний момент времени, в общем-то, практически все диетологи, многие статьи научные, в том числе, такие обзорные, я этой темой действительно интересуюсь очень давно, сейчас приведу, в общем-то, доказательства этого. Они говорят так, что человек, который начинает, в общем-то, ориентироваться только на смену пищевого поведения, это действительно нужно делать. Но если он только на этот момент обращает внимание, то, как правило, происходят срывы, и человек снова начинает есть, злоупотребляя пищевым поведением, углеводами и всем, вообще-то, что приводит, как раз-таки, накоплению избыточной массы тела. То есть, соответственно, мы с вами сегодня, вот весь тот разговор, который я подготовил для вас, он будет касаться психологии, именно переедания раз, он будет касаться тех точек на теле человека, которые, даже если, например, ну, вы, скажем так, ничего не хотите менять в своем пищевом поведении, ну, хочется вам по вечерам булочку съесть, ну, хочется вам с друзьями там несколько раз в течение дня выпить кофе, и, как я шучу иногда, знаете, не я, шутка такая есть, значит, вы знаете, мне, пожалуйста, сахара 10 ложечек, в стакан чая, только не размешивать, я сладкий не люблю, то есть, это не обо мне, но многие люди так себя и ведут, то есть, сахара бывает, переедают, на самом деле, очень и очень много, то есть, мы с вами, именно так разберем эту тему, чтобы, в общем-то, прослушав меня, через вот этот час или полтора, многие из вас сказали, ой, вы знаете, я, в принципе, буду собой заниматься, потому что, моя цель, вот на сегодняшний момент времени, конкретно вот сейчас, в отношении к вам, это дать вполне реальные, конкретные шаги, даже предложить механизмы, как действительно стать стройным, и, знаете, забегая вперед, вот что еще скажу, кто из вас знает, какая из вот этих точек, называется, точка красоты, значит, кто знает, поставьте 9, кто не знает, поставьте 5, то есть, какая из этих точек, если кто даже ее знает, может написать, вот тут все обозначения есть, кто-то написал, E36, E36, ну, смотрите, вообще, я иногда создаю некую такую интригу, возможно, с вами тоже немножечко создам, просто, вот последние, где-то месяца 3, я активно, общаясь с людьми, через интернет, сегодня вы у меня вторые, тут одна научная акция крупная, кстати, тоже рассказ именно им, именно в вопросах избыточной массы тела, и вот тут вот Эмма написала действительно верно, РП6, и Александр написал, то есть, действительно, вот эта точка, положенная по внутренней поверхности голени, и справа, и слева, вот так, как раз таки и называется, точкой красоты, то есть, если бы мы с вами, например, хотели провести научный эксперимент, вот я бы просто ничего не рассказывал вам, не объяснял важность настроя, важность именно того, что стоит ставить перед собой цели, что стоит, вообще-то, даже представлять себя стройной, красивой, то, в общем-то, даже сам простой массаж этой точки, справа и слева, дал бы хороший результат, то есть, то есть, например, там, нигелю вторую, если бы вы каждый день контролировали даже свой вес, вы бы заметили, что он стал снижаться, потому что именно в точке РП6, вот по внутренней поверхности голени, находится именно, вот то место, где пересекаются три важнейших меридиана, меридиан печени, меридиан поджелудочной железы и меридиан почек, и почему это работает, да потому что вы, скажем так, ведь у любого человека, этот тот же вес, тоже не сразу накапливается, и потихонечку-потихонечку переизбыток именно углов, употребляемых быстрых углеводов, он на самом деле приводит к тому, что вес накапливается, а воздействие именно на точку РП6 приводит к тому, что организм начинает лучше работать, он лучше эти углеводы и жиры утилизирует, и они, в общем-то, начинают даже более интенсивно сжигаться, но я хочу, чтобы вы сразу же услышали следующее, вот сегодня с утра, я посещаю бассейн, потому что свои 53 года очень бы хотел, чтобы, ну, на самом деле, и многие люди, и все, в общем-то, уделяли внимание своему телу, потому что тело нуждается в такой же заботе, как наша психика, как все остальное, и, соответственно, очень важный момент, встречаюсь с одним психологом, это мой хороший друг, хороший знакомый, но самое интересное, что я его года три знаю, он тоже из Тольятти, и он мне сегодня буквально говорит, ты знаешь, вот посмотри на меня, я имел 132, сейчас я 115, я уж не знаю, что на него сработало, то ли я ему, кстати, несколько раз, когда мы пересекались, то есть мы, скажем так, действительно коллеги, но сказать, что мы друзья, но это нам неправильно, но тем не менее, как-то в таком личном общении я ему сказал, слушай, ну как-то стоило бы собой заняться, и то ли это, то ли семейная ситуация, потому что, ну у него, как бы, есть необходимость заботиться о своем здоровье, потому что прибавление в семье, и он буквально сегодня, говорит, смотри, какой я стал, я сбросил почти 17 килограмм, но тут немножко ты тормозилась, я говорю, ну молодец, так правильно делаешь, в общем-то, давай двигайся в этом направлении, почему-то, потому что каждый, кстати, лишний килограмм, просит человек, он приводит к тому, что в среднем вы как бы уменьшаете продолжительность своей жизни на год, на два, это очень важный момент, я еще сегодня несколько раз про это повторюсь, так вот, как раз-то китайская медицина, она имеет очень интересные особенности в своем арсенале, и долгое время, я говорю, когда я вел консультативные приемы, я просто ориентировался на следующее, то есть рекомендовал людям и заставлял их в какой-то степени анализировать, сколько они употребляют жиров, углеводов, да, я как доктор, который практикует восточные подходы, гомеопатию, ну, я не обвелен знаниями из обычных европейских знаний, соответственно, я заставлял их это делать, но вообще опыт показал, что если нет должной другой мотивации, то есть понимания именно человеком, что стоит собой заниматься, то, как правило, это слишком большого результата не давал, но что самое интересное, что когда люди действительно осуществляли массаж, но в данном случае сегодня я вам рассказываю именно о восточных подходах, так именно, вот так называемой китайской системы с ее представлениями о точках, но кто побывал на моих су-джоковских лекциях, то в общем-то и су-джоковские подходы можно использовать, ну, я это говорю к тому, что люди, которые начинают работать со своей энергетической системой, у них через какое-то время начинает, даже помимо их собственного желания, видоизменяться отношения к их пищевому поведению, то есть они начинают уменьшать калорийность своей пищи, они начинают уменьшать количество употребляемых быстрых углеводов, количество жидкости повышается, они становятся более равновешенными, то есть появляется некая такая осознанность, то есть, ну, эти, например, знания и вот эти навыки, и кое-что я безусловно для этого делаю, появилось где-то вот несколько лет тому назад, если кто, может быть, каким-то образом проследит мой вот такой научный пометит, что даже у меня курсы были созданы, которые посвящены были, один курс, ну, там только вопросы диетологии, ну, я смотрю, что не работает это, то есть люди все и так знают, что надо питаться по-другому, соответственно, стала другая задача, именно создать некий подход, чтобы он позволял не за счет внимания именно на пищевом поведении меняться, а за счет внимания каким-то энергетическим процессом в нашем организме, психологическим подходом, видоизменять пищевое поведение очень интересный и, в общем-то, другой подход, еще раз повторюсь, то есть не акцент на диетологию, а акцент на психологию восточной энергетической системы, и тогда и пищевое поведение начинает меняться, то есть, что было вам сегодняшнее общение, я именно уважаемые мои, вот в этом направлении поведу с вами разговор, то есть, просто, например, фиксация запоминания точек, это, безусловно, важная задача, и в рамках своего курса по восточной медицине я часто про это рассказываю, объясняю, и люди этим пользуются, но если мы с вами не будем, например, понимать, что надо развиваться не только в области, вот только где точка, и все, нет, дорогие мои, ведь наше тело, это на самом деле так называемая сложная энергоинформационная система, которая обеспечивает связь с внешней средой, и мне, например, очень импонирует объяснение того, что наши точки, наши точки, это ворота, через которые организм обменивается энергоинформационными взаимодействиями с внешней средой, я уж не знаю, насколько это правда или нет, но вот сейчас вспомнил, что, по-моему, в Индии, то ли это миф, то ли это притча, очень какой-то раджа решил, скажем так, очень выделиться среди других богатых раджей, и соответственно, он сделал следующее, он одного мальчика покрасил золотую краску, но нетрудно предположить, через какое-то время мальчик, в общем-то, заболел, непонятно, что ему было очень плохо, то есть, и соответственно, это говорит о том, что именно точки наши обеспечивают очень мощный энергоинформационный обмен с внешней средой, это раз, и кстати, одна из возможных причин возникновения различных заболеваний, это то, что мы стали ходить с вами в одежке, ведь, собственно говоря, вот такого тесного соприкосновения одежды с телом, в общем-то, раньше не было, то есть, люди ходили, на самом деле, ну или извините меня, голыми, или маленькие накидки, то есть, соответственно, организм обменивался с внешней средой, и, соответственно, регулировал свои функции, это очень важный момент для понимания, и, соответственно, именно традиционная китайская медицина, как раз-таки, нашла вот те зоны, воздействие на которые действительно может помочь, причем помочь очень хорошо в заболеваниях, связанных с избыточным, скажем так, накоплением килограмм, в чем, что самое интересное, я вот тут для всех женщин приведу еще ряд моментов, ведь, я думаю, не ошибусь, если скажу, что каждая из вас по утрам встает перед зеркалом и делает себя красивее, то есть, с помощью косметологических средств, кто-то действительно уделяет себе много внимания, то есть, это нормальное, чисто человеческое и женское стремление быть красивой, но я вам скажу, что ведь на теле, вот здесь, на лице, существует, в том числе, и огромное количество точек, правильное воздействие на которые способствует, в том числе, и снижению массы тела, не исключено, что я месяца через два или три, сейчас просто по плану, у меня идет большая работа по курсу восточной медицины, еще несколько идет проектов параллельных, так, но не исключено, что будет разработана отдельная программа, отдельная, и даже может быть отдельное выступление, где мы так и назовем, значит, красивое лицо без морщин, там, красивое лицо без избытка отечности, или еще как-то, почему, да потому что, знаете, я прочитал несколько интересных книг, именно посвященных тому, что собой представляет лицо, даже помню одну книгу, она так и называется, вьетнамский метод Пьон Кен, автор какой-то француз, фамилию не помню, но книжку-то купил, там 2003 года выпуска, и там автор, именно француз, вот такой же, видимо, увлеченный человек, тип меня, настолько глубоко, в общем-то, копнул в лицо, а лицо это тоже, в общем-то, как, скажем, одна из частей нашего тела, воздействия на которые можно очень хорошо себе помогать и устранять те или иные нарушения, и в общем-то, я вам пару точек на лице, уважаемые женщины, только напомню, что я не забыл, покажу, какие стоит массировать, вот в течение, например, дня 2-3 раза, утром обязательно, когда перед зеркалом и под вечер, это я вам расскажу, а вообще в моем курсе по восточной медицине, то есть 12 вебинаров уже сняты, вот последний вебинар был посвящен пищеварению, на следующей неделе будет именно большой вебинар, посвященный защитным силам организма, и там будет один вебинар, в общем-то, посвященный именно о кукруктуре головы, о кукруктуре уха, где я подробно расскажу, что необходимо делать, но вам сегодня одну точку, даже может быть две, на лице покажу, которую вы, будьте добры, скажем так, обрабатываете, и уже будет результат, ну а пройдемся мы с вами по важнейшим точкам, вот тем точкам, которые я считаю, ну любой человек должен знать без исключения, и первая точка, о которой я всегда рассказываю, причем делают это на протяжении последних 20 лет, кто меня раньше слышал, кстати, а кто меня раньше слышал, вот из тех, кто сегодня присутствует в нашей комнате, если кто слышал раньше, поставьте плюсики, чтобы я понимал, люди, сколько у нас тех, кто уже со мной знаком, плюсики поставьте, кто меня раньше слышал, ну что ж, замечательно, большое спасибо, что вы пришли, значит, повторение мать учения, и, кстати, очень важный момент, чем лучше вы проникнетесь этими подходами, тем здоровее вы будете, тем меньше вы будете посещать аптеки, или, может быть, другие какие-то, скажем так, инстанции, где обещают вам здоровье с помощью химических препаратов, то есть, по большому счету, этими знаниями надо, конечно, проникнуться, пропитаться, и только тогда они, в общем-то, больше эффект оказывают, кстати, по поводу пропитаться, я в свое время, вот, есть хорошая книга, Багралика, так это можно сказать, мой учитель, потому что много, именно знаний я подчеркнул, оттуда, это целая семья, его сын, он, они очень глубоко занимались, именно, рефлексотерапией, и, оказывается, что точки, в Швейцарии, массируют, для коров, для того, чтобы повысить, надую молока, понимаете, то есть, там какая психология, там никакой психологии нет, ну, может быть, любят коровку, конечно, но, тем не менее, эта информация есть, чтобы было вам понятно, кстати, вот, вспомнил, именно сейчас, я к тому говорю, что, получается, даже в случае, если есть какой-то дефицит молока, у женщины, ну, есть ряд точек, а именно, точка, кстати, РП6, вот та точка красоты, о которой мы с вами сегодня поговорим, она, в этом плане, может быть полезно, как бы, просто как сведение, что иногда, эти точки работают сами по себе, даже без психологии, но в психологии толку больше, то есть, у нас с вами неспроста, высшая нервная деятельность, с огромным головным мозгом, дана, то есть, безусловно, психика на человека, очень сильно влияет, ну, и как раз таки, вот эта точка Байхуэй, которая вот здесь, как раз таки, так и называется, точка высшей связи с космосом, и точка выхода энергии, когда она показана, ну, вот здесь, вы можете прочитать, головная боль, атеросклероз, гипертония, ну, я бы ее рекомендовал, когда использовать, это когда вы чувствуете какую-то тревожность, какую-то депрессивную такую настроенность, или просто как профилактически, чтобы тебя себя успокоить, вот так вот буквально правой рукой, по часовой стрелке, в течение одной минуты, значит, помассировали точку Байхуэй, кстати, симметричная ей точка, называется Хуэй, вот такое вот название, это симметричная точка, находится с другой части нашего тела, между половыми органами и анусом, то есть в том месте, и, соответственно, она очень тоже, кстати, мощная, показана, ну, в большей степени, на проблемы мочеполового тракта, ну, и понятно, что в рамках, например, такого повседневного общения с пациентами, ну, к этой точке, не всякий даст возможность, что туда иглу ввести, но в семье, так близким людям, если вы хотите, например, улучшить состояние мочеполового тракта, если вы хотите улучшить состояние, ну, вот этой интимной сферы, пожалуйста, точка так и называется, Байхуэй, Грияхуэй, вот такое вот название, так сказать, немножко с улыбкой произношу, еще раз повторюсь, находится посередине, между половыми органами, ну, понятно, у женщины, мужчины свои, и анусом, тоже очень важная точка, и, соответственно, ее стоит массировать, причем, я сегодня вам буду рассказывать, немножечко о том, как с этими точками работать, с одной стороны, можно массировать, я объясню, но я больше люблю щипковое воздействие, щипковое, так, оно более действенное, где там, в чем-то даже, может быть, и напоминает, некий элемент иглу калунии, это точка Байхуэй, ее симметричная Хуэй, так, следующая точка, эта точка под названием, точка удовольствия, давайте мы с вами сейчас, все эти удовольствия получим, как ее находим, ну, во-первых, чтобы вы увидели, точка находится вот в этих местах, так, если я вот таким вот образом, руки свои положу, то вот эти, мои, видите, вот эти пальцы, третий, вот так я показываю, они фактически, лягут, лягут, на то место, которое, собственно, игрой называется, точка удовольствия, вот все это проделайте сейчас, помассируйте, и давайте с вами проведем такой вот онлайн-тест, те, у кого в этом месте присутствует болезненность, поставьте 9, у кого нет болезненности, поставьте единичку, вот в этом, у кого есть болезненность, девятка, у кого нет единичка, ну, дорогие мои, ну, тут два варианта, так, один вариант, ну, это единичка у кого-то прошла, ну, девяток, как вы видите, больше, причем мы с вами, как бы не договаривались, я знаю эту ситуацию, не понаслышке, потому что, я еще и занимаюсь вопросами, вообще, как бы сфера моих профессиональных, врачебных и научных интересов, на сегодняшний момент времени, это, понятно, фон, восточная медицина, но, как направление, например, мне очень близко, физические темы позвоночника, мне очень близка тема, именно, вот, коррекции массы тела, это я, здесь, ну, скажем так, в общем-то, человек, который многое знает, не очень близка тема психологии, психологии личности, психологии развития, я все-таки члены Европейской Академии Наук, в свое время, за одну разработку, я программу одну разработал, даже Федеральная Служба Исполнения Наказаний, ею пользуется, чтобы было понятно, и в свое время, несколько лет назад, меня пригласили на крупный симпозиум, который проводил, как раз, проводил руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям, и Управление Федеральной Службы Исполнения Наказаний, то есть я к тому, что, в принципе, многих из вас еще ждет встреча со мной, в том числе, как и с психологом, так, ну, опять-таки, я все это буду нанизывать на подходы восточные, связанные с точками, с философией восточной, это я просто на будущее вам говорю, но это свидетельствует, это свидетельствует о том, что, ну, во-первых, эти точки расположены на меридиане желчного пузыря, это раз, а желчный пузырь, дорогие мои, это огромнейший тракт, вот те, кто у меня, мои лекции в рамках курса по восточной медицине слушают, прекрасно знают, что если вот здесь болит, болит вот здесь, то это говорит о том, что может со временем появиться боль в тазобедренном суставе, в коленном суставе, а чтобы этого не было, по крайней мере, массаж этих зон, значит, какие-то элементарнейшие физические упражнения, направленные сюда, суджокские вещи, ну, не допускайте этой болезненности, потому что она, больше-то провоцирует застой потоков энергии в меридиане, это точка дзяндзин, или точка удовольствия, но я стараюсь китайские названия не произносить, в общем-то, запоминать именно по вот этим таким образным литературным выражениям, и, кстати, каждая точка имеет несколько даже переводов, но именно вот это связано с названием точка удовольствия. О этой точке можно, на самом деле, было бы, наверное, целый вебинар прочитать, хотя бы прочитать только потому, что я имею патент на одну методику, она в России единственная, если бы я не занимался рефлекс-терапией, я бы патент не получил, я не буду сейчас рассказывать, что там за методика, это именно для улучшения функции позвоночника, но именно то, что я занимался восточными направлениями, вот сейчас вот популяризирую, передаю эти знания для вас, позволило мне в методику внести дополнение, которое позволяло массировать эту точку. Снова проведем эксперимент. Те, у кого межлопаточная область, хотя бы когда-нибудь болела, когда-нибудь, не важно, так именно межлопаточная, то есть весь этот сегмент, именно вот в районе, между лопаток, и справа, и слева, поставьте пятерку, а у кого никогда не болела, поставьте единичку. Пятерка болела, единичка не болела. Уважаемый, я тоже знаю этот ответ. Почему китайцы неспроста назвали эту точку от 100 болезней? Во всех книгах по рефлексотерапии, по массажу, вот какая бы болячка у человека не было, начиная от головы до пяток, это точка везде, вот как рекомендации. Я же говорю, был долгий день, я преподавал рефлексотерапию, экзамен даже применял. И так бывало, но вдают экзамены мне врачи, причем не просто студенты в рамках медицинских вузов. В медицинских вузах это для студентов не преподается, а это уже просто осознанные решения людей, имеющих высшее медицинское образование, получить эти знания. И вы знаете, ну понятно, люди имеют разный уровень подготовленности, разный уровень, скажем так, способностей, и бывало удивляешься, вот бывало, например, что есть подходы очень эффективные, которые даже не совсем с точками связаны, ну доктор, например, заучит там 10-15 точек, и практически все люди, которые к нему уходят, он этими 10-15 точками пользуется. Вот эти точки, о которых я вам рассказываю, и вы можете их сейчас знать, и не важно там, будете вы пользоваться, ну, моим курсом восточной медицины, или не будете, я бы очень хотел, чтобы вот вы, все, кто сегодня здесь находится, вот узнали по этому, и с ними, соответственно, пользовались. Как их находить? Да очень легко. Вот смотрите, видите, линия вертикальная идет, по верхушкам подмышечных паддин, прямо мысленно проводите на спине, ну а массаж какой? Ну, можно массажера использовать, можно просить кого-то из близких, но в любом случае, это очень важная точка, очень важная зона, и, собственно говоря, что бы ни было у человека, эту точку необходимо массировать. Я, по-моему, уже как-то однажды рассказывал, вот снова вспомнил, у нас в медицинском институте у меня, преподавателем лечебной физкультуры был очень такой экстравагантный человек, доктор, я даже фамилию опарин, по-моему, он Галерий Георгиевич. Ну, все студенты к нему ходили на лекцию, вы сейчас поймете почему. То есть, ну, понятно, видимо, какие-то грани психологические у него были немножко сдвинуты, но человек знал много, и, в общем-то, ходили, из-за чего? Он всегда, когда читал лекцию, так, это вот, значит, заведующий кафедрой лечебной физкультуры, он выходил в спортивном костюме, и в руках имел такую чесалку, так, наверняка тоже интересовался восточными подходами, и, соответственно, этой чесалкой, вот он таким вот образом межлопад свою разминал, даже бывало иногда, свой торс оголял, и расчесывал эту зону, и, кстати, вот, неспроста, наверное, даже книжку одну читал, обезьяны, друг другу делают груми, так, то есть, они друг друга почесывают, в этом что-то есть от рефлексотерапии, так, ну, они, конечно, ее не знают, но что-то в этом есть, соответственно, это следующая точка, которую вы должны все знать, точка богатства, точка, под названием, точка очищения духа, находится вот здесь, я на вопросы все, пытаюсь вас в конце ответить, сейчас давайте я, основной блок информации, до вас донесу, и точка находится, ну, прямо, фактически, сейчас попытаюсь вам оголить свою руку, то есть, если я вот так вот сделаю, вот видите, вот прямо в уголке этой складки, находится вот эта точка, и, как правило, она у многих людей болезненная, давайте мы сейчас все с вами, найдите эту точку, и справа, и слева, ну, прям вот так вот, и образом, прямо взяли большим пальцем, и помассировали, сделали, и после того, как сделали, те, у кого есть болезненность, напишите сюда, 5, у кого нет болезненности, напишите единичку, а я воды покупаю, смотрите, я почему, я же не просто так, как бы, чтобы мое общение с вами, оно дало и какой-то практический результат, значит, причем, вот, можете потом поэкспериментировать, если вдруг, например, вы чувствуете усталость, вы чувствуете возникновение какого-то простудного состояния, я бы вам посоветовал, попробовать прикоснуться к этому месту, и вы заметите, насколько оно еще будет более болезненной, очень интересный момент, причем болезненность может быть даже отличной справа и слева, и это, то, что у нас сейчас такая болезненность, ну, давайте будем реалистами, живем мы в современном мире, мир, с точки зрения экологии, далек от совершенства, и у нас здесь фактически собрана, можно сказать, вся наша планета, даже, по-моему, люди, видите, из Соединенных Штатов Америки есть, ну, я, как бы, наверное, не ошибусь, если скажу, что в экологическом плане, скажем так, планета нуждается в очень хорошем оздоровлении, я, кстати, в институте, все время, на Олимпиаде по экологии, занимал первые места, можно, сейчас экология, это еще принцип становится хуже, я к чему говорю, меридиан толстого кишечника, на котором находится эта точка, он обеспечивает функцию очищения нашего организма, функцию выведения, если вы хотите стать красивее, если вы хотите, кожа выглядела лучше, если вы хотите, в принципе, дольше прожить, будьте добры, вот с этой точкой познакомьтесь, то есть, она находится, как и на той энергетической системе, которая очищает организм, точка очищения и тела, и духа, запомни ее, следующая очень важная точка, причем, вот я вам сейчас даю, те сведения, которые, в принципе, интересны, вот всем людям, без исключения, даже тем, которые впервые оказались, ну, те, у кого есть большее желание, например, проникнуться этими идеями, все-таки, скажем так, увидеть не только фасад этого здания, а войти внутрь этого здания, в огромнейшую систему энергетическую, причем не сложную, поверьте мне, то, конечно, лучше, скажем так, познакомиться с тем, курсом по восточной медицине, который сейчас создается, и уже в обществе на треть создан, и вы реально с этим можете познакомиться, но тем не менее, вот знакомство многих людей с этими подходами, начинается именно с этого фасада, который называется основные биологически активные, я говорю об этом убежденно, и буду это продолжать столько, сколько вот судьба позволит, в свое время я выпустил одну брошюрку под названием «15 важнейших точек», надо повторить, но просто времени уже нет, до эры, вот именно вот такой информационной, именно связанной с интернетом, вы общаетесь с главным редактором журнала «Советы док». Журнал в России единственный, так я его зарегистрировал в дурную, и каждый год выпускал, значит, книги в виде, ну, брошюр от маленьких, выпустил 18 штук, скажу вам больше, первых несколько номеров были вообще полностью посвящены именно вопросам рефлексотерапии, суджок, и вы знаете, потому я об этом так убежденно говорю, потому что десятки раз видел, как хорошо эти направления помогают людям, ну, и, кстати, мало кто знает, вот я хочу вам тоже это донести, что Всемирная Организация Здравоохранения признала еще в 78-м году именно традиционную китайскую медицину как одну из наиболее научных, обоснованных, и даже предложила всему мировому сообществу внедрять эти знания по всему миру, ну, вот, как бы в этом плане мы должны быть китайцам тоже признательны, как за порох, как за бумагу, за много чего, ну, как бы в данном случае я просто проводник этих знаний, я вот этих вещей не придумывал, к сожалению, например, в нашей стране, скажем так, в нашей славянской культуре, ну, такого системного анализа, ну, не было, то есть были, например, предположения, и даже знахари или целители, ну, точки разминали, фактически бани, веники, это тоже вариант рефлексотерапии, ну, вот такого системного взгляда, и такого емкого, в общем-то, представления, увы, это китайцы нам дали, так вот, запоминаете, точка цеха, называется точка моря энергии, то есть три пальца под пупком, вот прямо три пальца под пупком, если вы под пупок поставите, соответственно, вы там найдете вот эту точку, показания, да колоссальные показания, значит, любые проблемы, связанные с нарушением пищеварения, любые проблемы, связанные с упадком силы, с ослаблением иммунной системы, знаете, я в рамках своего курса, который вот начитываю, вот буквально на днях, у кого уже как бы есть доступ до курса, кто его приобрел, значит, туда лег вебинар, запись вот последнего, где очень подробно разжевал все, что касается питания, и там про эту точку вспоминал. Следующих два вебинара будут посвящены, значит, тематики защитных сил организма, конституциональным особенностям организма. Ну, я вам просто рассказываю, вот как, скажем так, на первичный такой вариант именно ознакомления и понимания, что это есть, и по крайней мере, чтобы вот эти точки вы, дорогие мои, знали и применяли, и поверьте мне, это стоит того. Значит, точка цехай, при огромном количестве состояния. Значит, следующую точку, кстати, ее легко показывать, это точка под названием «Брата духа». Кстати, эту точку я в свое время в своей научной работе исследовал. Как мы ее находим? Я вам сейчас даже покажу на своей руке. Вот если я вот таким вот образом поставлю ладошку, если я возьму ручку и мысленно проведу линию параллельно краю своей ладошки, то вот в этом месте, вот в этом месте, все прямо сейчас взяли поискали, вы нащупаете так называемую косточку, она прямо выпирает. Это у всех людей, я многократно проделывал это, и точка называется «Врата духа». Вот опять-таки, любые стрессовые ситуации, любой какой-то психоэмоциональный дискомфорт, или вам нужно, например, выступить там где-нибудь с презентацией, или пообщаться с начальником, или с контролирующими какими-то структурами, как-то поддать энергии своему организму, точка «Врата духа». Великолепнейшая точка и справа, и слева. Буквально вот таким вот образом, даже вот так я делаю его, своим пальцем. Одна минутка, 30 секунд по часовой стрелке, 30 секунд против часовой стрелки, и вы сами не заметите, как стали более уверенными, как стали более, скажем так, уравновешенным. Это точка именно «Врата духа». Поехали дальше. Следующая точка – это точка Нейгуань. Нахождение очень простое. Вот три пальца, видите, и фактически вот здесь, вот в этом месте, находится по центру, по центру именно руки. Вот тут вот три пальца, вот этой складочки, ладонной, точка, которая тоже хорошо помогает при коммунациональных проблемах, но еще очень хорошо помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей. Ну, любимейшая точка. И, кстати, знаете, вот с одной стороны, хочется вам побольше дать информации, но можно было бы, например, оставить всего лишь две точки, вот эту хэгу, и еще потом одна будет точка долголетия, ну, еще точка красоты. И можно было бы вот просто даже проводить вебинары и всем людям предлагать пользоваться этими точками. И вы вот можете, пока только можете верить. Так, прислушайтесь своей энергетике, своим внутренним силам, своему мироощущению, к своим способностям, предвидеть, предсказывать, это уж такой момент. Я вам искренне это говорю, на сегодняшний момент времени, после вот стольких лет, занятия этими направлениями, прочтения огромного количества книг, научных своих устремлений, что к точку хэгу и точку дзусанли, и точку красоты надо знать всем. Кстати, про дзусанли есть хорошее выражение, знают дети всей земли, точку жизни дзусанли. Ну вот эту точку, вот в любом случае, сейчас, два-три раза в день, вот в этот осенний-зимний период, для того, чтобы укрепить иммунный статус, по буквально одной минутке, вот такие вот щитковые воздействия. Можно пальцевым воздействием, массаж по часовой, против часовой, а можно и так. Вообще, в рефлексотерапии, в этих знаниях, по восточным системам оздоровления, существуют десятки разных способов, воздействия на точку. Точку можно массировать, точку можно обрисовать светом, точку можно простукивать, точку можно прокалывать, точку можно отрезать даже, представляете, даже вырезают иногда, точку можно прижигать. К точке можно прикладывать гомеопатические препараты, к точке можно прикладывать магниты, чего только нельзя. Если вы спросите, а что лучше, никто этих работ не проделал. Я даже вам поделюсь следующими. Я в 2003 году занимался, изучением именно всего того, что связано с точечной системой воздействия и сравнивал, значит, именно как гомеопатия действует на сердечно-сосудистые проблемы. И, знаете, заметил интересную вещь, что, в принципе, оказалось, что я в стране единственный, кто этим занимался. Так что, здесь, соответственно, будьте просто добры, знаете. Так что, точка хигу достойна того, чтобы вы ею пользовались, ее применять. Значит, запись будет доступна. завтра вот это, по крайней мере. Те сведения, которые я сейчас вам отдаю, они открыты. Что-то более глубокое, связанное, например, я вам дальше покажу, то, что как бы слишком открытый доступ не идет, там нужна какая-то подготовка. Это отдельно в моем курсе. А вот эта запись, она появится, то есть, Домир ее выложит, вы сможете с удовольствием лишний раз прослушать и просмотреть эти точки. И будьте добры, запомните их. Я вот просто искренне вам этого желаю и искренне хочу, чтобы вы этим воспользовались. Вот эту точку, опять-таки, я бывал, когда на кафедре вел именно лекции по рефлексотерапии, говорю врачам, ну, пришел к вам пациент, как вы, например, понятно, должны его определить состояние, выяснить там его анамнез, какие у него жалобы, то есть разобраться во всей ее подноготной, это правильно. Но как быть тогда с ситуацией, во-первых, значит, общая система здравоохранения направлена, чтобы с людьми 5-7 минут пообщаться, это в лучшем случае. Да кто же за эти 5-7 минут соберет всю подноготную? Да никто не соберет. Но, тем не менее, значит, врачам я рассказывал, что нужно, конечно, собрать информацию, но если вы, например, не имеете времени и вам сложно разобраться, тогда, дорогие мои, будьте добры, возьмите точку Бусанли, точку Бусанли, и эту точку Бусанли справа и слева пациенту посоветуйте массировать или иголочки в поставке, если вы иголками занимались. Но самое главное, я тут на днях прочитал очень интересную и мудрую мысль в одной восточной книге, бездожданином, для меня она была новой, значит, книжка одна по китайской медицине говорит, любой человек, который хочет прожить больше 100 лет, у него вот эта точка на ногах справа и слева должна быть всегда с ожогом, но представляете, есть одно такое направление, называется именно прижигание полынными, палочками, даже у нас приборы выпускают всевозможные, прижигают, я к тому, что, ну, можете жечь, можете не жечь, только безбожество не ждите, особенно если, не дай бог, есть какие-то проблемы связаны с диабетом, но массаж можно делать всем, часто бывает, мне задают вопрос, ну, а есть противопоказания вот у массажного воздействия, могу я вам задать всем вопрос, значит, вот смотрите, сейчас я вам покажу, вот я в данном случае беру вот таким вот образом поглаживаю точку, вот в данном случае хэгу, поглаживаю, скажите, пожалуйста, кому вот это поглаживание может быть противопоказано, справа, если вообще, кому может быть противопоказано поглаживание, нежное, щадящее, с любовью, если мы предположим, что любая точка это энергоинформационные ворота, то в принципе поглаживание вообще никому не показывает, понятно, если есть сомнения какие-то, то там иглу водить нельзя, или слишком интенсивное воздействие делать не надо, но вы все имеете возможность в течение одной недели, двух, поработать с этими точками в щадящем режиме поглаживания, и на самом деле посмотреть, что происходит с вашим организмом, и уверяю вас, в 90-80% случаев, вы сами того не подозревая, удивитесь, оказывается, самочувствие улучшилось, оказывается, настроение улучшилось, вот так работают эти методы, они незаметны, потому что они вот такие вот энергетические, но они работают, вот это я хотел бы, чтобы вы услышали, и в общем-то прислушались, и что-то в связи с этим в общем-то делали, значит, с усанлить, знать всем, и с ними, с этими знаниями, не только жить, но и действовать, я ее массирую, кстати, для себя лично, пока не прижигаю, но иголки у нее ставлю, и уважаемые мои, а вот это точка, следующая точка, под названием точка красоты, эта точка, великолепнейшая, то есть, есть желание снизить массу тел, так, причем, любимые свои пончики, любимые свои конфеты, кушать, тонами, так, эти тортики, по два-три раза в день, самое любопытное, что иногда, когда, например, многие специалисты, зовут, мы вам позволим все есть, вы будете все есть, а немножко лукарит, почему, да потому что, если человек начинает делать правильные вещи, если он правильно впитывает информацию, то в принципе, наступает момент, когда он понимает, что да, он хочет есть, ему можно есть, но его мозги включили осознанность, он начинает понимать, что он без этого может обходиться, я столько раз видел интересные случаи, потому что 2015 год, лично у меня прошел весь как год, ну, направленный на такое тщательное, скажем, исследование и анализ действий, направленное на стремление массы тел, а вообще эта тема, я интересуюсь 2000 года, впервые, когда только, в общем-то, активно стал интересоваться вопросами рефлексотерапии, и, ну, как кафедральный работник, не секрет, знаете, кафедра, она дает знаний много, она дает способность систематизировать материалы, она дает способность обрабатывать массу информации, это, как бы, я не могу себя скрыть, я владею двумя языками, так, соответственно, но, финансовая сторона кафедральной работы, она, сами понимаете, как от, и, соответственно, тогда стал думать, вообще, чем стоит заниматься, то есть, на какие, например, мотивационные посылы, скорее будут люди откаться, и, думаю, у меня такой, очень интересный показательный пример, лично мной, я сам из города Воронежа, и там Воронежский имени суд окончил, и, соответственно, у меня были помощники, работали в городе Боброве, есть такой районный центр, и очень интересная информация, просто мой собственный опыт, такой показательный, я, значит, выезжаю туда, снимаю квартиру, доктор, доцент кафедры, ведет прием по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, значит, там, опорно-двигательного аппарата, эндокринных заболеваний, индивидуальное наблюдение, сопровождение, сижу день-два, людей нет, думаю, ну, нет, а меня же никто и не знает, в общем-то, я только-только стал интересоваться этими направлениями, и тогда я понимаю, что, видимо, что-то связано с текстом рекламы, причем рекламу можно было развесить только на трех столбах, вот, досках, которые с печатью от администрации, я меняю текст объявления, нормализация массы тела, гарантированный результат, сопровождение к вечеру, у меня 12 женщин, вы знаете, так интересно, в общем-то, большая часть из них, действительно, нормализовала массу тела, одна минус 30 сбросила, то есть у женщин возникло желание, и, кстати, я использовал вот эти точки, то есть запоминайте, точка для снижения массы тела, ее так и называют, точка красоты, просто, вот те, кто хочет стать стройной, 2-3 раза в день, по часовой стрелке, так и, там, 30 секунд по часовой стрелке, 30 секунд, значит, против, помассирует, или еще проще, вот такого рода щитковое воздействие в этом месте, так, чтобы больно, но вместе с тем, что было ощутимо, и вы улучшите потоки энергии по трем меридианам, и самочувствие будет лучше, прислушайтесь себе, посмотрите, как это действительно работает, ну и, как бы еще одна точка, очень важная, это точка связи нас с землей, это первая точка, меридиана почек, а почки в рамках нашей системы всей, отвечают за, именно, мочеполовую систему, за почки, отвечают за, ну, в таком сильном ракурсе, за общие защитные силы организма, и о ней можно было бы, действительно, они много и долго рассказывали, ну, часто, в общем-то, во всех этих системах, еще бывает, значит, стоит знать, именно в рамках восточной медицины, это точки, которые требуют повышенной осторожности, ну, в общем-то, с этими точками нужно очень аккуратно, то есть они вот здесь выделены красным цветом, соответственно, к ним очень аккуратно, то есть, соответственно, как бы, такая более подробная информация о них, идет именно у меня, в рамках по курсу восточной медицины, то есть я, собственно говоря, там эта информация уже более детально рассматривается, и люди, конечно, могут с этим познакомиться тщательно, ну, в целом, собственно, о чем идет речь, я, вот, где-то полгода тому назад, ввиду того, что занимаюсь очень серьезно, я ведь автор, одной компьютерной программой, которая в России единственная, так, компьютерная программа называется «Познай себя», я на протяжении последних 16 лет создал интерактивную систему по оценке состояния здоровья, у меня более 3000 пользователей, по всем уголкам нашей страны, в принципе, это просто еще одна большая часть моей работы, это обеспечение, обучение этих людей, и можно сказать, что первый свой информационный продукт, вот, я создал в виде компьютерной программы «Познай себя», где все основано на принципах «Восточная медицина», и вот, соответственно, полгода стал понимать, ведь можно еще и создать большой курс, интерактивный, поделиться с людьми знаниями, что, в общем-то, стал и делать, и, соответственно, на этом курсе, он на сегодняшний день, уже на треть создан, то есть он лежит в закрытой директории, там лежат, вот, я говорю, на сегодняшний день 12 базовых вебинаров, плюс я еще туда загрузил несколько моих вебинаров, которые были сняты раньше, именно по «Восточной медицине», так сказать, доступным, простым, незамудренным языком, еще раз повторюсь, и, соответственно, там слайды лежат, там все это можно посмотреть, и вы, в общем-то, при желании, сможете получить к нему доступ, это, собственно говоря, то, что было создано, там вся эта информация присутствует, в принципе, только не полениться, поставить перед собой цель, и пройти через этот блок, тем более, это доступно по стоимости, я вам сейчас объясню, как это, в общем-то, можно заказать, и вы, при желании, сможете заказать. На сегодняшний день, ну, это цена, которая висит на сайте, в конце сегодняшнего вебинара, я скажу, значит, какие условия, вот, для тех, кто сегодня, и на, скажем, ближайших два дня, могут получить, но, по крайней мере, на сегодня доступ 6 тысяч рублей, с первого декаря будет 7, курс, когда будет создан, скорее всего, это будет конец зимы, так, потому что у меня параллельно много еще других проектов идет, его стоимость будет, наверное, порядка 10-12 тысяч, когда он будет создан, сейчас он накапливается, ну, в конце узнаете, как и на каких условиях можно получить доступ к нему сегодня. Теперь, что касается вот точек, именно, я же вам озвучил, что, вот, дам какие-то точки, которые вы сможете использовать, и действительно, в общем-то, получает результат, вот эти две, то есть, не важно, закажете вы этот курс, значит, захотите вы познакомиться более тщательно для своего развития, для своего самопознания, так, с этими знаниями, с этими подходами, очень мудрыми подходами, которым тысячелетка на самом деле, вот вам две точки, слева точка дзусанли, справа точка саниндзяу, то есть, точка долголетия, и точка красоты, два-три раза в день, массаж по часовой стрелке, вначале по, потом после, или просто массажное воздействие, вот, я, к сожалению, формат, вот, этого общения, не совсем позволяет, мне, например, показать, кое-какие, возможные действия, но, вы знаете, есть хорошее упражнение, когда вы, вот, послушайте, может быть, сообразите, как, точку дзусанли, особенно, на долголетие, берете пятку правой ноги, и пяткой правой ноги, массируете эту зону на левой ноге, еще минутку, потом пяткой левой ноги, массируете эту зону на правой ноге, у вас выяснили, если выяснили, что я, только что сказал, поставьте пятерку, кто не сообразил, поставьте двойку, дорогие мои, я вот, молодцы, я не буду возвращать, я сейчас пройдусь по всему циклу, кому надо, запись будет, завтра вернете, остановитесь на любом этапе, который вам нужно, так, еще раз повторюсь, очень хороший рецепт, я, бывает, например, бывали ситуации, я очень много езжу по стране, ну, устанешь, так, в лекции, встречи, приемы, и так, ага, дзусанли, я беру, как, вот, например, где-то в аэропорту сидишь, я так, чтобы никто не заметил, беру правую ногу, так, и, соответственно, левой ноги дзусанли, массирую именно пяткой, вот так, потом, с другой стороны, это не я, это рецепт я придумал, вот такой вот интересный подход, а еще эффективнее, когда общий упадок сил, когда плохо работает пищеварение, можете найти в магазинах, там, путь здоровья, или вот, где продают, например, все, что касается иглуукалования, полыны и мокса, или для прижигания, пожалуйста, можете пользоваться, это доступная информация, это совершенно безредно, и еще, уважаемые мои, я обещал вам показать, в самом начале точки, которые на лице есть, так вот, на лице, вот здесь, под глазами, находится прямо, точка под названием, едва, это точка, которая отвечает за желудок, вот здесь, по внешней поверхности, находится точка желчного пузыря, а вот здесь, с обеих сторон губ, тоже точка желудка, то есть массаж, два-три раза в день, буквально по минутке, но еще раз повторюсь, сегодня тема не лицо, будет отдельное даже выступление, скорее всего, будет отдельная даже программа, есть у меня одна задумка, такая очень интересная, рекомендую следить за всем тем, что мы делаем, и вполне возможно, вам захочется, а я знаю, что захочется, но женщина и женщина, так именно с лицом поработала, ну а теперь, что еще было сделано, так, у нас с вами задача, это показать вам важность того, как с помощью разумных, простых подходов, можно себе очень и очень хорошо помочь, я заметил последних несколько лет, следующую особенность, вот когда я выезжал, ко мне люди каждый день ходили на прием, понятно, я с ними разговаривал, я их мотивировал, я их поддерживал, тем более, что часто, ведь все-таки избыточная масса тела, это накапливается из-за того, что одиночество, из-за того, что сложность, из-за того, что все-таки еда, это самый легкий и быстрый способ получения удостоверя, а сладкое, это на самом деле легкий наркотик, так, и соответственно, ну понятно, они ходили, я их мотивировал, ну опять-таки, сколько я в день могу принять, у меня были прецеденты, я в день принимал по 25 человек, вот я 8 часов в кабинет зашел, я, как видите, энергичный человек, вечером я в 9 выхожу, на человека полчаса-час, а ведь каждый требует внимания, и вот так как я вам сейчас вот эту свою энергию передаю, я точно так же и там, а теперь задумайтесь, в каком состоянии я приходил вечером домой, я приходил на полчаса, сел в угол и сижу медитировать, но я к чему это говорю, к тому, что я задумался, как вообще улучшить свое общение с людьми, и как соответственно с ними выстроить более эффективное общение, то есть поверьте, все, что я вам сейчас рассказываю, это не плод, скажем, моих чисто теоретических размышлений, это еще и реальный результат практического использования, и вообще-то, как бы это полностью авторская разработка, очень интересно, соответственно, я стал понимать, что есть у нас его величество интернет, с его ресурсами, я задумался, может быть, можно сдать электронного доктора, который каждый день будет приходить к женщине, скажем так, в хорошем смысле этого слова, домой в виде доктора, и ей советовать, в общем-то, был разработан курс под названием «Стройный», скажу вам больше, это мой первый курс в интернете, на сегодняшний день я автор 10 курсов, а в плане у меня еще 10 стоит, но это первый, мой самый любимый, и самый энергетический емкий, так почему, ну, потому что он первый, это что было вам понятно, ему уже ровно год, многие его используют, те, кто реально вообще-то с ним познакомился, говорят, ну как хорошо, каждый день, так на электронную почту приходит письмо, что здравствуйте, вот надо сегодня сделать вот это, сегодня обратите внимание на вот это, я вам сейчас расскажу, значит, о некоторых основных уроках, и вы уловите философию и важность именно этого подхода, так, ну, самое главное, что, знаете, фактически, для вас, это 30 консультаций, 30 уроков, каждый день, можете продумать, какая работа, ну, не только я, один делал, у меня есть команда техническая, которая помогает это делать, но, в общем-то, идея в чем состоит, что вы осознали, килограммы есть, с ними что-то делать надо, можно массировать точки, можно, без вопросов будет, но если вы еще и поймете, что надо комплексно подходить, я вот буквально сегодня, вы у меня вторые, на самом деле, ну, не этот вебинар, но тем не менее, произбыточную массу тела, я много с людьми общаюсь, это было где-то, вот, в 6 часов по Москве, значит, для питерской одной организации, крупной, я рассказывал, именно о концепции, в целом, вообще питания, на что стоит обращать внимание, и Дим говорил, и вам сейчас говорю, что, знаете, если только, скажем так, основываться на уменьшении пищевого поведения, ну, это путь никуда, сорветесь, если только на восточных идеях, поможет, станет намного легче, уже хорошо, но намного больше толку, когда вы осознаете, что, по отношению к самому себе, любимому, надо выдержать какой-то срок, этот срок лучше всего, или месяц, или еще лучше 3 месяца, одна моя программа, даже так и называлась, программа сезон, где я, и я, как бы, как просто человек любознательный, как доктор, понимаю, что любой навык, любая привычка, формируется, когда есть какая-то поддержка, а особенно, если касается людей, вот полный, ну, знаете, я пришел, очень добрый, это очень мягкий, это очень, на самом деле, ведомые люди, и то есть им надо помогать, их надо поддерживать, ну, не могу же я каждого за ручку, брать и водить, вот когда я работал, скажем так, групповым способом, ну, да, там, они деньги платили, все это хорошо, но это невозможно для всех тех людей, которые в этом нуждаются, а нуждаются, извините меня, гляньте на улице, зайдите в наши, скажем так, места, где много людей, ну, извините меня, ведь сегодня проблема лишних килограммов колоссальна, это огромное поле для деятельности специалистов разного плана, ну, вот я, собственно, я почему в этом направлении стал тоже работать, ну, невозможно пройти мимо этого, если было время, я ведь все-таки вопросами позвоночника занимаюсь, давно убедился, что приходит человек с гипертонической болезнью, приходит человек с сахарным диабетом, приходит человек, например, с проблемами, каким-то другими, неважно, если я вижу, что есть полнота, я, если я не болван, я не должен с ним разговаривать о его болячках, я должен акценты ставить на то, чтобы этот человек изменил свое поведение, свое отношение, своей жизни, то есть началом стал меняться, и вот как я мудрые слова Конфуция сказал, что там только мудрые, и только глупые не меняются, нормальный человек, адекватный человек, мыслящий человек, он действительно будет меняться, ну, часто бывает, если у вас проблема есть, то реально давайте ее решайте, а не так, что только таблетку, любая таблетка, которую применяете, она имеет десятки, если не сотни, больших осложнений, ну, в качестве, как бы на путьстве, там в этом курсе много чего сделано, есть очень такой хороший критерий, это идеальная масса тепла, и на нее, собственно говоря, на этот критерий стоит ориентироваться, то есть, это в среднем рост, минус 100, плюс минус 3 килограмма, ну, вот если взять меня, как пример, я где-то 190 сантиметров, минус 100, ну, вот мой мест, можно сказать, является идеальным, это для, скажем так, понимания, я к чему эти вещи показываю, как бы на них-то, где-то ориентируюсь, хотя понимаю, что люди все это знают, и все-таки важнее сформировать у человека подход, понимание, что в этом направлении стоит работать, и, кстати, еще интересный аспект, я как посыл такой дал, как обуздать вот этот вечерний аппетит, дорогие мои, обуздать этот вечерний аппетит, можно очень простым, но очень действенным способом, ну, в курсе своем, я подробнее это рассказываю, так, в курсе по восточной медицине, кстати, кто закажет доступ именно к этому курсу, значит, где-то занятия, где-то через недели, две, три, будет отдельный вебинар, так, который ляжет в закрытую директорию, у кого, кстати, есть доступ, вы можете потом уже получить, как бы, увидеть, что она там оказалась, на ушной раковине, вот здесь, вот прямо вот в этом месте, так, ну, вот тут точка, вы видите, значит, почему это так работает, я могу много-много рассказать, но идея в том, что ухо похоже на головной муф, современный человек, он давно потерял, навык, и вообще он, я не говорю, что все, но многие не знают, даже, что такое, естественный физиологический голод, потому что, как правило, мы с вами все сейчас, кушаем только из-за того, что у нас имеется эмоциональный голод, эмоциональные центры включаются, я себя тоже бывал, ну, живой человек, стрессы тоже бывают, где-то, каким-то образом, по, волнуешься, до точки, по массиву еще что-то, но все равно бывает тянет, например, там, что-нибудь вкусненькое, сладенькое поесть, я, кстати, за прошлый год, когда занимался, сам лично, минус 7 килограмм, меня ничего не беспокоит, но, рассказывая людям, лишний раз, как бы сам себе думал, подожди, я им всем рассказываю, а я что, и вот я стал прислушиваться этим, простым себе секретом, они у меня заложены в курсе, именно, стань стройным, и, соответственно, именно оттуда, как бы и на меня-то повлиял бы, да я сам простые вещи стал делать, и в данном случае, я, конечно, вам рассказываю о точечных моментах, но, в общем-то, есть хорошее выражение, запоминаю, ну, во-первых, вечером захотелось есть, вдруг без надобности, там, пончик захотелось, рот потянуть, или, захотелось, тортик вечером, слопать, каждый день, но, можно, но не каждый день, вы себе задавайте тогда, скажем так, такой вопрос, если я хочу есть, я кушаю яблоко, если не хочу яблоко, я не ем, или, если я хочу есть, я пью воду, стакан воды, если не хочу воды, я не ем. То есть, вот перед каждым таким своим, скажем так, посылом, или желанием что-нибудь в рот, положить просто так, задайте себе вот этот вопрос. Ну а массаж вот этих точек, вот этого места, такой интенсивный, тот момент, когда тянет вас вечером без особой надобности, так, конечно, можете помассировать и будет намного-намного легче. Вообще, про вопросы точечные можно много и долго рассказывать. В данном случае не я это придумал. Есть много специалистов, которые просто продают там стимуляторы по 3-5 тысяч, а если еще выходит к ним на иголки. У меня, например, курсовое лечение, в том году, по крайней мере, это делал, в среднем стоило полторы-две тысячи рублей, ну то есть курсовой тысяч 20. Ну я стал понимать, что в принципе все мои действия я делаю именно, ну как доктор. Но ведь это можно все перенести было на другие платформы, только убрав какие-то, скажем, вещи ненужные или опасные. Вот этим всем вы себе в принципе не навредите. Так, это только пойдет вам на пользу. И тот курс, который реально вообще-то люди получают, его основная цель это фактически создать условия, при которых к вам, ну скажем так, вот в компьютер каждый день утром придет доктор и с вами поговорит. Вот на это обратите внимание. На это там есть видео, там есть точки. И в принципе важнейшая тема этого курса, там будут рассмотрены этапы жизни. Потому что очень часто бывает так, что вот когда с людьми не общаешься, оказывается, всплеск набора веса происходил после каких-то событий в жизни. И психологи утверждают, что в жизни любого человека есть 4-5 серьезных так называемых точки пересечения, которых человек может не помнить. Это могут быть и позитивные точки, но это могут быть и негативные точки. Вот если взять меня, я кстати в свое время принял решение пойти в МИД-институт достаточно быстро, я вспоминаю свои подростковые годы. И вы можете вспомнить, если скажем, вот вы даже этот урок проработаете, там скажем, я привлек психологов, для того, чтобы человек увидел сам, откуда, скажем так, растут ноги, возможно, даже его в том числе и переедание. Большой блок информации это так называемое осознанное питание. Значит, что это такое? То есть, вот для того, чтобы вы на самом деле могли есть все, что хотите, и в принципе, чтобы вот эта установка, которая была дана в самом начале, есть все, что угодно, то она очень легко трансформируется через принципы осознанного питания. Эти принципы пришли к нам из Европы, из Австралии, это целое большое направление. И оказывается, если человек проработает определенные по определенной схеме, скажем так, задания, у него начинает видоизменяться отношение к его питанию. И тогда он просто понимает, что он может спокойно обойтись без лишнего куска хлеба, что он может нормально пережевывать то количество пищи, которое ему необходимо, что он просто так вот что-либо лишнее не понесет. То есть, вот так будет происходить. Это очень легко и очень интересно. Очень интересный момент, это обида, но эта обида пересекается с этапами жизни, потому что бывает иногда у человека где-то формируется некое такое состояние, когда кто-то или где-то или как-то его действительно обидел, и он, чтобы как-то скомпенсировать эту ситуацию, неосознно начинает тянуться именно к избыточной пище. Скажу вам больше, вот я уже говорил вам про чувство голода, что мы потеряли способность именно испытывать естественный физиологический голод, и он естественно так на нас влияет. А извините меня, губы это наш первичный врожденный рефлекс получения удовольствия. Может быть вы это и знали, но я вам вот что хочу сказать. Я, кстати, как этот курс выглядит, как его получать в конце коснуться. Но очень важный момент, вы послушайте меня очень внимательно. Значит, наш господин Прейт, который основоположник психоанализа, он реально, это правда, ребенок когда рождается, у него не так много механизмов получения удовольствия. Но самый главный механизм получения удовольствия у всех деток, это так называемый оральный рефлекс, то есть именно через сиську, извините меня, ноги ребенок получают удовольствие, у него другого способа нет. Потом у него включается анальный, когда он учится делать свои, скажем так, пипи и кака. Но это первое. И во взрослой жизни, во взрослой жизни многие люди, не имея других источников получения удовольствия, именно пищу, как самый легкий вариант получения удовольствия, на самом деле начинают использовать. То есть включают вот этот рефлекс, то есть условно говоря, впадают в детство, очень такой важный момент. И опять-таки вот здесь вот это осознанно включается, когда человек это осознает, у него как некий инсайт, вот сегодня было так, а завтра так. Точно так же, как бывает вечером уставший, голова болит, а утром проснулся, голова не болит. То же самое и здесь. То есть принцип просто-напросто, ну как в школу, вот мы пошли в первый класс, так вот ребенок идет, первый класс, он читать не умеет, он писать не умеет, так родители его заставляют, ему помогают. Смотришь, прошел первый год, он уже стал умнее. То же самое и здесь, то есть только через знание, через трение своего кругозора мы становимся умнее и действительно становимся осознаннее. Очень большая тема. Тут мне мои помощники говорят, Вен, то есть вы же можете очень много рассказывать именно все, что связано с личностью, все, что связано с психологией, принятие решений, все, что связано с мотивацией. Да, я это умею делать, мне это очень нравится. И не исключено, что вот где-то через там месяц-два у нас будет тема, например, как стать счастливым или как сделать так, чтобы вас любили. То есть есть темы, я проводил много тренинга в этом направлении. То есть мне нравится восточная медицина, но я не только на ней зацикливаюсь. Так и, собственно говоря, то, что вот в принципе я вижу такой живой отклик, да я его давно вижу в живом общении. Так, ну просто интернет позволяет с большим количеством людей общаться и помогать им. То есть через этот курс еще и страхи мы удаляем, и человек, который проходит вот через этот курс, так и называется, стань стройной, он действительно становится другим. Это просто, чтобы вы эти вещи понимали. Ну и соответственно, вот еще раз, значит, для напоминания, что должны знать идеальная масса тела, рост минус 100. И еще один такой момент, который мне очень нравится, и в свое время я даже разрабатывал целую серию мобильных антистрессовых комплексов. То есть целая такая работа была, еще двое интернета, приборы создавал, у меня три прибора было выпущено, целая команда на этим работала. В общем, идея состоится, чтобы, опять-таки, знаете, мы же находимся в 21 веке, в веке информационных технологий, в веке, когда вот я сижу в Тольятти, слушают меня люди из Америки, из других стран, из Германии. И в общем, мгновенно передается информация. То есть это же самое касается и нас с вами. То есть меня, вот я всегда вспоминаю, знаете, один пример, по-моему, вам ее приводил. Есть в науке очень интересный факт. Значит, есть такое явление, как раздвоение личности. Вот один день человек Иван Иванович, а другой день это же тело Петр Петрович. Я не помню, как звали, но где-то описано. То есть именно какое-то серьезнейшее психологическое нарушение, то ли органического происхождения. Ну, то, что два человека в одном теле друг друга как бы не знают. Один день просыпается один, другой день другой. Но интересно другое, что один тело одной тоже. Один гипертоник, а другой гипотоник. Это о чем говорит? Это говорит о том, что внутри нашего организма есть процессы регуляторные, которые мы можем включать. С помощью точек, с помощью психологии, с помощью других каких-то, может быть, невиданных, скажем так, и неизвестных нам потоков. Я вот тут на днях читал очень интересный вебинар про духовность, про то, что это вот Суджок мне очень нравится, подживу могу считать, что он мой учитель. И ведь неспроста многие системы целительства, в общем-то, утверждают, что существуют технологии, когда можно помогать другим людям, не присутствуя с ними рядом. То есть за счет именно наработки так называемой своей духовности, развития и расширения возможностей познания. И вот даже сейчас, ну, в общем-то, я про это знаю и в общем-то этим пользуюсь. Вот более судьбы сейчас в моей энергоинформационной системе вот находится 206 человек. В принципе, я желаю вам всем добра и желаю, чтобы вот те знания, которыми я обладаю, они передались на вас. Тем более, что я посещаю в том числе и сильные места. Весь этот год я провел на Северном Кавказе, посетил 80 гальменов. Кстати, о них немножко чуть позже расскажусь. Ну, то есть методы, которые вот я в данном случае запускаю, они, безусловно, пропитаны моими знаниями, моей энергией. Единственный недостаток, кстати, вот всегда, когда в разговоре с людьми общался, говорю, вы знаете, уважаемые женщины, вот вы пришли ко мне. Ну, если то, что я вам говорю, будете делать, будете делать, а не размышлять, нужно или не нужно, стоит или не стоит, будет большая проблема. Надо будет гардеробить, если много килограммов бросить, но по уку. Вот это вот такой вот, как бы, только, наверное, единственный минус. Ну и важно, что? Важно себя любить. Важно давать себе элемент успокоения. И важно понимать, что этот мир очень огромный. И как раз таки вот в этом курсе, там применяются определенные подходы, там видеоролики присутствуют, где вы с помощью именно своего состояния, своего настроя можете очень хорошо меняться. То есть это состояние называется состояние альфа. Ну, то есть в принципе, я говорю, что вам бывает достаточно и необходимо открывать, и просто прочитывать те письма, которые вам будут идти. Если вы будете делать то, что там сказано, если вы действительно проделаете те задания, которые там в общем-то предложены, не сложные на самом деле, получите хороший результат. Ну, в общем-то, те, кто уже присутствовал, знают, что я человек в общем-то щедрый, делюсь знаниями хорошо, и в общем-то, знаете, ввиду того, что наработано много, есть чем поделиться, я вот делаю вам такое предложение. То есть на сегодняшний день курс «Стань стройный» у меня на сайте висит 5 рублей, в закрытой директории 6 тысяч рублей, вы сегодня его можете получить за 3 тысячи рублей. Так что принимайте это решение, но это еще не все. Я сейчас вам отвечу на вопросы ваши еще, так вот сейчас внимательно вас посмотрю, а потом еще сделаю одно предложение, и просто буквально это решение у меня родилось, наверное, неделю назад, и я буду это делать. Я имею это на полное право, как автор, как разработчик, хотя мне, ну, как-то вот, ты знаешь, такое впечатление создается, что вот ты, ну, это не демпингую, поверьте, я просто, они уже сделаны, я уже энергию туда вложил, пользуйтесь, дорогие мои, чем оно будет лежать? Например, вообще, вы общаетесь с автором 30 разработок, из них порядка востребованных явно оказалось, ну, штук 8, 20, ну, мою душу греет, то есть чисто научный, так, ну, они уже есть, ради бога, пользуйтесь, просто так отдавать, ну, просто тоже это неправильно, здесь должен быть какой-то энергообмен, значит, вопросы давайте есть, я сейчас объясню, как это все выглядит, значит, смотрите, доступ к закрытой директории, вы на свою почту получите ссылку, так, это лежит на mail.ru, на облаке, и, соответственно, там лежат записи вебинаров, которые уже начитаны, там порядка 12, ну, где-то 14 лежит, и там же лежат файлы в pdf, пожалуйста, можете им пользоваться, это доступ к закрытой директории, было вот пару человек мне написали, тот файл не открывается, pdf, я говорю, дорогие мои, ну, файлы pdf, как бы, да, мои там технические службы вам помогут, ну, это открывается, программа Acrobat, чем-либо другим, это первое, курс «Стань стройной», это курс, который вы каждый день, то есть вы приняли решение, оплатили, и очень важный момент, что этот курс к вам начинали мне, Дамир перешлет ваш электронный адрес, и вы каждый день будете получать, просьба ко всем, просто я уже с этим столкнулся, смотрите, это рассылочная система, то есть этих 30 упакованных уроков, так в виде, как бы, моих консультаций, моего такого, в общем-то, ну, как мне кажется, бережного и внимательного отношения к вам, они каждый день к вам будут поступать, если вдруг нет этого письма, день-два, напишите, вы получите на свою почту от меня, когда первое письмо, Владимир Петрович, вот, не поступает, мы с вами разберемся, то ли оно в спам ложится, то ли еще куда-то, это все решаемо, не ждите, так, что, вот, типа, ну, не идет, да не идет, все даже можете обратиться, так, то есть это возможно, это вот то, что, соответственно, касается этого, ну, что я еще принял, как разработчик АКАП, я поделюсь с вами, в принципе, решил это делать, иногда, не всегда, но вот сегодня сделал, значит, смотрите, весь прошлый год, как я вам сказал, меня интересует многим, и в том числе, вот, весной, в начале весны было принято решение разработать, это и весной, кстати, курс под названием «100 дней меди-трансформации с клубом поздно себя», я тогда еще клуб его назвал, сейчас, как бы, уже АКАДЕМИЯ, потому что, ну, очень много сделано, если вот так вот, по-хорошему, тот объем накопленных материалов, сделанного для людей и последователей, ну, можно смело называться АКАДЕМИЯ, но не в этом дело, то есть, в принципе, что вы еще получаете на сегодня, но только вот на сегодня, на эти два дня, потом, может быть, я откажусь и таких вещей делать не буду, может, что-то другое буду делать, значит, каждый день вы на свою электронную почту будете получать, помимо «Стань стройный», еще курс под названием «100 дней меди-трансформации с клубом поздно себя». Этот курс, он как? Это коротенькие уроки в виде трех-пяти минут, где я, кстати, снято на профессиональную камеру, с вами буду общаться, рассказывать, что нужно сделать, если у вас депрессия, что нужно сделать, если вам необходимо защититься от какого-то вредоносного влияния друзей, там, соседей, каких-то недоброжелателей, что нужно сделать, чтобы с детьми улучшить отношения, то есть, это, знаете, есть такой тренинг под названием «Колесо жизни», и «Колесо жизни» имеет все основные сферы, личные отношения, отношения, там, сказали, финансовой сферой, религиозные какие-то аспекты, и тут я попытался в этих 100 уроках, ну, коснуться каждого из направлений нашей жизни, то есть, дать какие-то советы, и, в общем-то, как мне кажется, получился хороший курс, я его не планировал, в общем-то, продавать, и сейчас не планирую продавать, но я его буду дарить, так, когда это будет мое личное желание, я это делаю, бывает, например, вот даже сейчас, кто уже меня знает, где-то какие-то моменты возникают, там, человек, что-то не случилось, я говорю, кушайте, давайте всем так, вот мы это все настроили, а вот вам еще возможность получить этот курс, причем последние 10 уроков, последние 10 уроков были сняты, были сняты на долинах Северного Кавказа, я не знаю, может быть, это влияет-то на меня, на то, что я делаю, чем я занимаюсь, ну, вот, как-то, знаете, побывав около дольменов, а ведь неспроста говорят, что накопление наших сил, наших ресурсов, оно обусловлено не только тем, что вы знаете, но и теми местами, где вы побывали, и неспроста, например, паломничество, которое принято практически во всех религиях, предполагает, что стоит посещать святые места, стоит посещать места, которые намолены, и вы знаете, я, вот, вот, мне сейчас 53 года, я из православных, бабушка из католической веры, и очень набожная была, я вот до сих пор помню, когда у меня приезжал к ней в деревню, так я сам с Украины, и в этой деревне, вот, захожу в то место, где она много молилась, молилась очень много и очень часто, в общем-то, вот, до сих пор я больше такого ощущения энергетического, как там, нигде не видел, не знал и не слышал, ну, кстати, к слову, деревня, которой, вот, я родился, называется деревня Мудрый Головый, она единственная в мире, так и называется Мудрый Головый, уж не знаю, много и раньше, ты когда-нибудь расскажи, в какой деревне ты на самом деле, то есть, деревня называется Мудрый Головый, ну, это, как бы, к слову пришлось, то есть, вы на сегодняшний день имеете возможность приобрести, заказать, и, в общем-то, получить, вот, я считаю, незабываемые, очень интересные знания, результаты через, именно, восточную медицину, через курс Тань Стройный, и через участие в проекте 100 дней медиатрансформации с клубом Познай себе. Еще раз повторюсь, значит, приняли заказ, оплатили, мы с Дамиром уже, вот, второй месяц поддерживаем отношения, как мне приятно с ним работать, очень позитивный человек, соответственно, он мне пересылает ваш электронный адрес, я вам сбрасываю письмо, в котором ссылки с паролем доступа, так, вы входите в курс 100 дней медиатрансформации, там будет выход на одну платформу, вы вводите пароль, внутрь, как зайдете, там нужно будет ввести свой e-mail, и, кто вы, так, и, соответственно, начнете получать вот этот проект 100 дней медиатрансформации с клубом Познай себе. Так, я хочу еще на ваши вопросы ответить, ну и в общем-то можно сказать, что вот на сегодня наше с вами общение будет, скажем так, подведено к финишной черте, на следующую неделю мы еще подумаем, потому что, говорю, с одной стороны, у меня есть большое желание вам рассказать о своей основной разработке, это компьютерной программе Познай себя, но, в общем-то, я думаю, что еще чуть-чуть по временю, следующее занятие мы еще подумаем, какое проведем, потому что на самом деле, я вам говорю, у меня много направлений, скорее всего, снова будет восточная медицина, и, возможно, мы назовем следующее выступление, это «Будь счастливой» или «Жизнь без депрессии», я расскажу еще об одном своем курсе, который существует, он называется «Стань автором своей жизни», очень интересный, он второй по созданию, если, вот сегодня я вам рассказывал, «Остань стройной», это первый мой курс, и он таким всегда и останется, а вот второй курс, «Аня автором своей жизни», была бы моя воля, я бы все свое окружение через этот курс провел, понимаете, хорошо, а точку красоты, Тамара, я же уже несколько раз показывал вам, ну, давайте я вернусь специально для вас, Тамара, несколько раз говорил, видимо, отвлеклись, точка красоты находится по внутренней поверхности голени, справа и слева, сейчас мы дойдем до этого слайда, вот, 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 видите, точка красоты на правом рисунке внизу, справа и слева, здесь два раза у нас было, сейчас я даже, может быть, на большом, покажу вам это, Вот, точка красоты. Хороший вопрос, Галина Дитковская. Смотрите, вот, хороший вопрос, сейчас давайте, вот, Татьяне, скажите, в каком возрасте можно воздействовать, смотрите, момент каков, кстати, хороший вопрос, спасибо вам за него, точечное воздействие детям, вот, явно точечное, вот, такое вот, ну, считается с трех лет, потому что до трех лет, ну, есть такое представление, что энергетическая система у детей не очень, как бы, сбалансирована, но, до трех лет, зонально, зонально, ну, можно такое мягкое, щадящее воздействие делать, именно как поглаживание, это первое. По поводу Стань стройным, я этот курс сегодня не продаю, то есть, берите вот на этих условиях, которые сейчас, все, то есть, вот, по такой схеме, а так, пожалуйста, 5000 Стань стройным, но в данном случае сегодня воспользуйтесь этим предложением. Так, еще вопросы есть? Это я сегодня, как автор, принял решение, так что вы вот таким образом воспользовались целым пакетом. Отдельно я его не продаю. 5000, можете, пожалуйста, у меня на сайте он 5000 висит. Смотрите, меридианы справа и слева. В курсе, который вы сегодня положите, там есть очень подробные вебинары, где я рассказываю, тоже на платформе, именно вот этой, My Conference, и вы все это увидите, там, хорошими слайдами, все это показано. Да, это надо будет выделить время, потому что каждый вебинар в среднем час-полтора, но это стоит того, поверьте, это стоит того, потому что это вам лишних несколько лет жизни. Кстати, точка, вот именно долголетия, вот эта точка долголетия, я же неспроста вам ее показываю, неспроста вас вот так вот, извините меня, подталкиваю, где-то даже заставляю, ну, как по-другому. Были вы моими родственниками, я бы вас заставлял, на данном случае только предлагаю. То есть массируйте эти точки. Право и слева, можно щепками, можно, как я вам говорил, значит, пяткой своей. Это что касается... Ну, еще, может, вопросы какие-то. Смотрите, я не буду ничего менять, то есть если у вас уже курс есть, вы можете получить ссылку друзьям отдать, это ваше полное право. Просто это зашьюсь, у меня на сегодняшний день, говорю, 10 курсов, и, соответственно, ну, взяли, вы большой молодец. Берите сегодня по этой цене курс, который идет бонусы, подарите кому-то другому, это мы фиксируем. Это вот я Галине Дедковской говорю. А, ну, для лица, на лице для красоты. Значит, как я вам показывал, точка вот под глазками, вот здесь прямо, это точка меридиана желудка, точка у внутренних уголков глаз, и точки вот здесь по уголкам губ. Ну, это в общем комплексе все должно идти. Вы знаете, я вот еще повторюсь, потому что, ну, говорю, на сегодняшний день вот есть 10 продуктов, и, соответственно, они предлагаются на очень приемлемых условиях, так чтобы вы действительно были признательны. Кстати, многие мне уже написали благодарственные письма, я вам очень признателен. Спасибо, ну, приятно и читать, и в общем-то осознавать, что вот то, что делается, людям необходимо. Но если вы получили, такое может быть и впредь. Пользуйтесь вот тем, что предлагается. Если это у вас уже есть, другу отдайте, знакомому отдайте. Считайте, что это вот такой, скажем так, посыл моей души, для того, чтобы люди узнали об этих простых, но очень действенных подходах для восстановления здоровья. Точка против курения. Вот, кстати, интересный момент. У нас с вами сейчас 168 человек, потому что, в принципе, тему, которую сегодня затронули, снижение массы тела, это, в принципе, так называемые зависимости. Курение, вот переедание, там, плохие, явно тяжелые зависимости, игровые зависимости. Они все связаны с тем, что малая осознанность у человека, то есть мало знаний. Так часто бывает. Вот я не знал, я себе знал. Сколько я видел людей, вот я вам приведу один пример. Опять-таки, свой. За 53 года уже накопилось своих ног. Мне было, я уже окончил мед. институт, как раз реанимация анестезии. Один мой очень хороший знакомый, его тогда лет 60, было очень много курил. А он как раз в больнице работал, типа, как современное название, менеджер по обеспечению. Тогда, по-моему, экспедитор назывался. Ну, очень активный, очень такой контактный, коммуникабельный человек, очень подвижный. Ну, много курил, день, наверное, почти 2. А я смотрю по лицу, вижу, что курящего за километра видно, и видно, что у них выраженнейший атеросклероз сосудов. Я ему говорю, Иген Петрович, это вот то, что было. Вы знаете, вы слишком много курите. Ой, Ланин, то есть, Володя, да ладно тебе, я куру, и ради бога. Ну, ладно. Через где-то месяц 4-5 я узнаю, что я встречаю, говорит, ты знаешь, Володя, инфаркт перенес, я говорю, я не трючку, надо бросить. Знаешь, как-то вот это инфаркт, и курил, оно как-то не очень связано, я не могу бросить. Ну, ладно. Я просто к тому, чтобы не было таких ситуаций. И фактически, потом, и вот такой инфаркт шлёпнул, что он бросил курить. Но почему раньше это не сделал? Значит, вообще, точки, которые вот там сейчас показывал, и некоторые подходы, которые задействованы в системе, в курсе «Сань стройной», они основаны на именно меридианах, которые отвечают за волевые реакции. То есть, если мы даем человеку осознанность, понимание, если мы еще, в общем-то, усиливаем в нем волевые реакции с помощью вот тех точек, которые там как бы задействованы, и мало того, если есть хотя бы малейшее желание, тогда можно. Я как гомеопат часто с чем сталкиваться в свое время на приеме работал, приходит женщина, ну, сам женщина же приходит, конечно, и бывает так, Ланит Петрович, вот муж пьет, что делает? А в гомеопатии есть, конечно, препараты, которые вроде бы там могут, ну, скажем так, уменьшить тягу, и в общем-то, многие производители фарм вроде бы этим пользуются. Но я следующую вещь заметил. Я говорю, если вот твоего благоверного желания нет, я вообще ничего не буду давать. То есть, ноль, там, неважно, как мы его умножаем, на что, все равно даст ноль. То есть, если есть желание, тогда можно работать. Ну, то есть, я к чему-то спрашиваю, к тому, что на сегодняшний момент времени, ну, как бы вот в рамках моей деятельности, я не пью, я не курю, так, ну, скажем так, не пью, я не ханжа, то есть, на праздники, там, могу красного вина, коньяка, но дозу всегда знаю, там, маленькую стопочку, больше не надо, это вполне допустимо. Ну, я не понимаю врачей, которые, видите, с брюшками, которые, на самом деле, пьют, когда я вот был как-то в том году, в Новокузнецке, по своей работе, и захожу в главный вертебролог области, а у него на столе, значит, чуть ли не 10 пачек сигарет, и сам курит с утра до ночи, ну, что это, если он не понимает этого, ну, о чем, как бы говорить, он и такую энергию другим несет. Замечательно. Еще вопросы есть, геморрой, по поводу геморроя, ну, пример простой из Суджока, вот, кстати, у кого, допустим, геморрой, может, кому-то передадите, вот такой прием есть, вот, вот такой прием, вот таким вот образом, 3-4 раза в день, по 1-2 минутки, вот так вот пальцы, как замок, делайте, вот тут находится анус, это в рамках Суджок, ну, а так, как бы, у меня в курсе, там целый будет вебинар, посвящен проблемам, связанным с геморрой. Дорогие мои, в общем-то, я вас всех прекрасно понимаю, так, сразу уже, как бы, пошел тот вариант, когда вы называете диагноз, для китайских, вот этих, восточных систем оздоровления, ваш диагноз, не имеет совершенно особого значения, диагнозы, в большей степени, не имеют значение для прокурора, так, и для врачей, и для страховых компаний, потому что, как только поставил диагноз, врач должен по определенному стандарту назначить вам лечение, чтобы было вам понятно, и не более, он не вправе, ни в шаг, ни в лево, вот вся беда современной медицины, а то, что вот даже свежий пример, недавно, значит, у моих очень близких людей, когда маленький ребенок родился, все нормально, все хорошо, выписали домой, и бедный малыш, в течение двух месяцев, минуты не может спокойно полежать, орет и орет, а все просто акклепсиела, которая получила жутчайшую антибиотикоустойчивость, ее ничего не берет, и у этого бедняги, живот болит, он кричит, орет, это к вопросу о лечении, значит, будьте добры, значит, кому интересно здоровье, вот есть курс мой, просмотрите, прослушайте, если вам хочется лечиться химическими препаратами, аптеки на каждом углу, вперед, врачей, которые химией лечат, тоже достаточно, я для себя избрал путь, именно вот такой вот, именно регуляторный, когда простыми методами, что я вам даю, и о чем рассказываю, это, в общем-то, только на благо, только в пользу, я не учу вас, как зубы вырывать, я не учу вас, как аборты делать, нет, упаси Боже, я рассказываю вам, как можно, с помощью простых, действенных методов, очень себе хорошо помогать, и во многих случаях, это помогает, что самое интересное, насчет мяса, уменьшаю, ну, тут вариант какой, целый, кстати, большой разговор, знаете, я ем белок, давайте так, белок ем, а белок бывает и растительный, то есть, если мы в течение дня не в состоянии, получить должным образом, необходимое количество белка, из растительной пищи, тогда берем отсюда, вопрос, я, кстати, вот по поводу белка, в том, где-то позапрошлом году, целая серия пошла ко мне на консультацию, людей, которые вегетарианцы, так извините меня, у них у всех энергетический тонус, я их тестирую, просто низкий, у них все зябкие, на ютубе есть один видеоролик, одна крупная медицинская фирма, провела психологический портрет, многих вегетарианцев, так у них у всех куча-куча проблем, в том числе и по здоровью, и не зря, веганство, как таковое, резко выраженное, в общем-то, во многих странах, просто юридически запрещается, чтобы бедных детей, как бы, не ущемляли в их развитии, ну, вопрос, как бы, такой, своеобразный, может, когда-нибудь поговорим, я сегодня перед вами, еще ближайших несколько выступлений, буду, как доктор, интересующийся вопросами восточной медицины, будет необходимость, поговорим с вами о психологии, о любви, о взаимоотношениях, здесь мне много есть, чего он рассказывает, как зубы сохранить, вот, как я, 53 года, ну, это, как зубы сохранить, спасибо маме и папе, а как зубы сохранить, это меридиан почек, и тоже, в принципе, все, что связано с общей энергетической системой, но вообще, надо понимать, что есть мама и папа, наследствие, в данном случае, мои зубы, многие меня спрашивают, откуда такие зубы имеют, я говорю, мама и папа, спасибо им, так, ну, что ж, дорогие мои, позвольте мне пожелать вам всего самого наилучшего, а то я уже как бы заговорился, так, но на самом деле, как бы, раз заговорился, значит, неприятно с вами, потому что бывает, ловлю себя на мысли, когда хочется уйти из эфира, тогда вроде бы, как бы, устаешь, желаю вам всего самого наилучшего, воспользуйтесь вот этим моим предложением, так, соответственно, всем здоровья, любви, точку Дзюсанли и точку Хэго, если каким-то образом в жизни мы с вами встретимся, я вас прошу, где та или иная точка, вы не отвечаете, подарка не будет, отвечаете, мне есть, что вам подарить, всех вам благ, до свидания, до встречи. Благодарю, Владимир Петрович, да, все выступления у него шикарные, интересные, полезные, самое главное, ну и что, в действительности можно много слушать, как вы поняли, да, все заполнить невозможно, нужна какая-то методика, нужна какая-то методичка, видео, вот, как раз именно с таким подходом, Владимир Петрович подготовил все свои продукты, да, то есть все свои курсы, очень все удобно, понятно, вот курс в УДЖОК, есть, сейчас попрошу Ринату тоже ссылочку дать, значит, там прям смотришь и сразу, и по времени видно, сколько массировать, да, и в каком месте находится, там вся реальная ладонь, там все вот показано, да, курс восточной медицины, ну вот видите, тоже постоянно пополняет, пополняет, поменяется, есть список, да, заявленных тем, которые там в курсе восточной медицины будут, и вот он постепенно, постепенно, там более 30 будет роликов, да, выложено, то есть идет пополнение, пока вы можете на начальной стадии купить вот по такой цене, курс восточной медицины, да, но чем больше там будет роликов, тем, соответственно, цена будет расти, если вы на этом этапе покупаете курс восточной медицины, вы постоянно имеете доступ к этому закрытую директорию, и постоянно будете получать, 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 вот эти новые видео, очень удобно, особенно, когда они сразу на вас сваливаются, вы сразу 30 видео получаете, они лежат и лежат, когда их смотреть, да, некогда, вот когда так по одному, они вам на почту приходят, примерно раз в неделю, да, есть время ознакомиться, и опробовать, и отследить, да, получаемый эффект, так что, приобретайте пока по такой цене, ну и каждый раз курс восточной медицины у нее идет с шикарными бонусами, в прошлый раз бонус был здоровая шея, бонусы были курсы медитации, сегодня вот курс стань стройный, Владимир Петрович всегда, всегда все дает с подарками, вот такой позитивный, конструктивный человек, у него позитивный, конструктивный подход к всему, что он делает, так что вливайтесь в его ряды, кстати, там был вопрос, можно ли у вас полечиться, Владимир Петрович, вот такой был вопрос, в самом начале, в чате, да, Владимир Петрович в разных городах вел раньше прием, сейчас, наверное, не так активно, но к нему в живую можно попасть, думаю, все-таки с ним договориться-то можно, сейчас он в Тольятти, находится, так, какие-то вопросы, значит, ага, вот, благодаря от меня, я в свою очередь хочу поблагодарить и Владимира Петровича за интересное выступление, и тех организаторов, это и Светлана Марсюкова, и Ольга Пономарева, и Алексея Митрофанова, которые мне помогли в организации этого мероприятия, так что мы все совместно вот так все это организовываем, так, что хочется сказать по поводу, наиболее популярных, платежей в России у нас Сбербанк, но вот с прошлой недели Сбербанк начал маленько закручивать гайки, все, кто через онлайн кабинет пытается что-то оплатить, через некоторое время вам колл-центр Сбербанка звонит и спрашивает, а куда вы оплачиваете, а что вы оплачете, и прочее, то есть, те, кто из вас оплачивает через Сбербанк всякие интернет-магазины, покупки делают, да, вот эта покупка тоже считается как интернет-магазин, то есть, политика Сбербанка маленько стала жесткой, они не приветствуют использование своих карточек для коммерческих целей, хотя это для меня удивительно, ну как же, зачем вообще такие карточки-то нужны, в общем, они будут блокировать об этом, я еще официально уведомлений не получал, да, но некоторые мои коллеги уже с этим столкнулись, то есть, они будут блокировать карточку тех, кто покупает и тех, кто, соответственно, продает, и доступ в онлайн-кабинет тоже будет закрываться, поэтому мы, наверное, саму графу Сбербанк с этих, снимем, с платежных систем, но платежная система это остается, мы просто вам будем в личку, когда вы сделали заказ, если вам нужен Сбербанк, мы вам в личку это будем Сбербанк отсылать, соответственно, если вам все-таки с колл-центра позвонят и спросят, да, что вы оплачиваете, вы можете говорить, отдаю долг, перевожу долг, или делаю подарок, родственнику, то есть, вот такие вещи не блокируют, вообще, меня это удивляет, почему с карточки, да, нельзя что-то покупать, ну, ладно, в общем, много меня что удивляет в последнее время, сначала я возмущался эмоционально на все, а сейчас уже как-то более спокойно отношусь, вот так нас приучают, да, когда слишком много всяких разных ограничений в разных сферах жизни, постепенно мы к этому привыкаем, как к чему-то нормальному, то есть, наше сознание куда-то ведут, да, чтобы мы на что-то не обращали внимания, наверное, чтобы привыкли к трудностям, так, ну, действительно, для чего мы живем, все-таки мы живем для состояния счастливости, да, состояние счастливости, ну, это умение концентрирует свое внимание в чем-то полезном для себя, проблем в мире достаточно, давайте о хорошем, да, вот, не о болезни думать, да, о комфортных методах, которые, самопомощи, да, которые вам помогут, в этом же ключе, да, управлять свое внимание, не о проблемах с деньгами, да, о комфортных методах, способах дополнительного, да, получения дохода, маленько, чуть-чуть, градиент, да, восприятия мира надо изменить, соответственно, откроются совершенно другие новые и осмысления, и возможности. Ну, что, еще раз хочу порекомендовать вам этот уникальный курс по восточной медицине, уникальный он тем, что, во-первых, пока такая цена уникальная, во-вторых, что всегда курс восточной медицины идет супер-бонус, да, ну, а в-третьих, то, что сам подход именно восточной медицины, он очень эффективен, да, вот как Владимир Петрович сказал, это вот европейский подход разделить человека, да, на физиологические системы, на органы, ну, и, соответственно, придумать, придумали уже, да, они уже есть, название болезни для этого органа, ну, и пытаться с этой позиции лечить органы. Ну, восточный подход, когда где-то что-то конкретно болит, лечит не это место, а уже сам, сразу весь организм, да, и поэтому энергетическая система человека, распределение этой энергии, информация, вещества, да, в организме, вот такой подход у восточной медицины, и, как показывает жизненный опыт, и опыт тысячелетий, он очень-очень эффективен, потому что, ну, источник из моего опыта, да, пока что-то одно лечат, современные врачи, что-то другое калечится. Я помню, в больницу попал, когда мне было 20 с чем-то лет, сильная головная боль была, две недели мне ставили диагноз, и воспаление легких, и что только не поставили, пока я там лежал, мне выразили аппендицит, пока я там лежал, получил воспаление легких, в общем, я подумал, что пора оттуда убегать, пока меня не залечили, в общем, сбежал, и все нормально, вот, ну что, какие есть вопросы, значит, корректно заполняйте, да, поля, вот, кто делает заказ, значит, кто не знаком с такой системой, как заказ делать, да, вы нажимаете, вот, на эту голубую ссылочку, вот, вы ее видите, просто курсорту она вводит, нажимаете, и там открывается форма заказа, да, которую вы заполняете, значит, когда заполняете, вот, имя, e-mail, телефон, и skype, да, если вы не хотите свой skype указывать, вы можете прям в этом поле написать, то есть, это поле все равно надо заполнить, вы можете написать, нет skype, да, или просто номер телефона написать, ну, что-то там написать, а так skype, зачем он нужен вообще, для меня, лично, к чему я прошу указывать skype, ну, некоторым из вас, неудобно, когда я звоню, звоню я, чтобы выяснить, какая платежная система вам комфортна, есть ли у вас вопросы, вот, только для этого я звоню, иногда дозвониться не могу, когда есть skype, я просто в skype пишу сообщение, соответственно, если вы что-то оплачиваете, вам тоже удобно в skype, мне быстро, оперативно написать, что вы оплатили, то есть призываю вас, после произведенной оплаты, как только доберетесь, доверетесь до компьютера, написать своему организатору, или мне, да, смотря от кого вы пришли на это мероприятие, о том, что вы оплатили, да, по какой системе, и желательно, во сколько времени. очень часто, в течение суток, у нас платеж висит в чей-то, а мы не знаем, соответственно, если мы не знаем, от кого платеж, мы не можем эти сведения с честью Владимиру Петровичу, чтобы он выслал материалы, ну, так по любому спикеру, кстати, так что мы всегда ожидаем, когда вы нам сообщите, не забывайте это делать, Владимир Петрович очень быстро реагирует, как только от меня получает сообщение, что такой-то курс, он буквально через 5 секунд мне пишет, отправляю курс. И многие еще, вот, да, ну, не многие, да, но несколько раз были жалобы, что до сих пор ничего не получили. Ну, всякие бывают в интернете, да, моменты, чтобы Владимир Петрович не отправил курс, такого нету. Есть разные спам-фильтры, они работают все по разному непредсказуемому принципу, поэтому, прежде чем поднимать панику, вы сначала загляните в папочку спам на своей почте, смотрите, что там, у вас, вы будете удивлены, сколько чего полезного, интересного у вас в папочке спам. Соответственно, нужное, вы можете галочками выделить и пометить, как не спам. Там есть такой раздел, не спам называется. Соответственно, такие письма вам уже будут приходить в почту. Ну, некоторые из вас получают огромный объем различных предложений на почту и в этом объеме просто не могут найти нужное, да, когда потом я начинаю уточнять, во сколько вам курс отправлен, по времени человек смотрит, а касте есть, как говорится, просто не заметил в этом огромном объеме. Так что, курс всегда высылается вовремя. Так, платить наличными 1200 гривен можете, наличным, можете с карточки приват, Наталья, как вам удобно будет. Есть реквизит Приватбанка. У нас есть даже два разных реквизита украинских банков, так что мы вам вышли, Наталья. Вы делаете, главное, комфортно, правильно, корректно, некомфортно, корректно заказ. То есть, правильно напишите свой e-mail в форме заказа и правильно напишите свой телефон. Мы на e-mail вышли вам все реквизиты Приватбанка. И там уже вы сами решите, как вам удобно оплачивать, карточкой или наличкой. И после оплаты, соответственно, с той почты, вернее, вы же на почту получите эти реквизиты и у вас будет возможность обратно ответить на этот же e-mail о том, что вы оплатили. Ну что, какие еще технические есть моменты непонятные задавайте вопрос ответим. Параллельно, да, третий год я уже работаю в этой системе, организовываю такие мероприятия, ну вот параллельно приходится еще вести компьютерную грамотность. Многие не могут открыть или курс, или чего-то не хватает у них, или почему-то куда-то что-то пропало. Вот еще чем скайп удобен, да, есть такая функция в скайпе демонстрация экрана. И моя техподдержка, да, в лице моей элифиры или моей дочери Ренаты, они быстро реагируют, помогают, да, через скайп можно смотреть ваш экран и вести вас голосом, показывая куда, что надо нажимать, чтобы у вас все там установилось. Вот такая компьютерная грамотность еще. Третий год, да, идет от моей компании. Так что все, все возможно. Не все, конечно, спецы, и многие знают, что такое разархивировать записи, да, или что такое Adobe Flash плеер и прочее, прочее. Не волнуйтесь, мы всегда можем помочь. Так, да, кстати, вот часто, да, я сталкиваюсь с тем, что какой-то вы курс получили, что учили, компьютер переустановили и все у вас пропало. Все можно восстановить, да, вы пишете мне или своему организатору, что-то вам высунули заново, можно все это подправить. Вам вышит и пароль ваш, и вход ваш логин, и прочее. То есть, вот такие организаторы, как я, мы всегда именно согласовываем, утрясаем, помогаем, в общем, все делаем, стараемся делать, чтобы вам было удобно и комфортно. Ну что, какие еще есть вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Все, Наталья, заказ сделала. Наталья, сейчас вам отправят на почту реквизиты Приватбанка. Так, Галина, через... Галина, вы сделали заказ? Ага, сейчас вам вышлют реквизиты Яндекс.Кошелька, который вы на бумагу выпишите, покажете в Евросети, и там уже без процентов. Галина Приват. Так, она просит Яндекс.Кошелек. Галина, вот, которая написала про Яндекс.Кошелек, вы, Галина Анатольевна Бондаренко, пожалуйста, напишите здесь в чате. Галина Анатольевна Бондаренко, это вот вы просите реквизиты Яндекс.Кошелька. Так, снижение массы тела Тамара отдельно курс стоит 5000 рублей Тамара, отдельно. Вам гораздо выгоднее купить курс восточной медицины и бонусом получить курс по снижению веса. Если хотите все-таки его отдельно приобрести, логически, зачем покупать его за 5000, если можно приобрести два курса за 3000. Галина, которая написала про реквизит Яндекс.Кошелька. У меня вопрос к вам. Вы заказ сделали? Мы видим заказ от Галины. Хотим уточнить. Так, нет, не Бондаренко, Галина Анатольевна. Галина, вы заказ делайте, чтобы мы ваш e-mail видели. И мы вам вышли реквизит Яндекс.Кошелька. Вот нажмите на эту голубую ссылочку, вы увидите, карточка, страничка открывается Владимир Заворотный, курс отрочной медицины. Вот ниже, 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 потом пойдете и внизу там введите, пожалуйста, ваши контактные данные. Вот имя, e-mail напишите, телефон напишите, где графа скайп, что-нибудь напишите, сторона укажет, там Украина, Россия, и оформить заказ, нажмете, и тогда мы ваши реквизиты увидим. И тогда вам на почту вышлем отдельно Яндекс.Кошелек. Яндекс.Кошелек, конечно, и здесь есть. Если вы не хотите смотреть, где у нас здесь Яндекс.Кошелек написан. Когда вы оформите заказ, кнопочку нажимаете зелененькую, вас перекидывают на следующую страничку, там есть реквизиты Яндекс.Кошелека. Вы можете так, или можете не переписывать, не заморачиваться, мы вам так на почту вышлем. Вы, главное, корректно введите свои данные в поле заказа. Будем ждать Галина Анатольевна Эмма. Так, ну ладно, я еще посижу с вами тут некоторое время. Вдруг какие-то у вас вопросы возникнут. Так, что хочется сказать, да, из личного опыта по курсу, ну не по курсу случаям медицин, а вообще по этим энергетическим меридианам. Ну вот, я тоже сталкивался с такими моментами, когда у человека острая какая-то боль, где-то что-то колит, болит, смотришь, вроде орган у меня остаться еще нормально показывает, а человек все равно жалуется, да, вот я тогда тоже начинаю проводить диагностику, я смотрю, нет ли пробок в энергетических меридианах, где эта пробка, да, и вот, соответственно, убирая пробку, да, восстанавливая энергоснабжение по этому каналу, у человека боль рассасывается, где-то через 20 минут он уже чувствует себя хорошо. Так, что работать с энергетическими меридианами это вообще супер, это здорово, это очень эффективно. Я сделал заказ, мне переписать номер и заплатить через Евросеть Надежда, а? Гульнара, сейчас вам вышлют все реквизиты необходимые, так, Надежда знака сделали, вам тоже сейчас все реквизиты вышлют на почту, сейчас мои помощники все это сделают, в течение одной минуты все будет выслано. Кстати, через Гульнара, уточните вам, что нужно, вы Ахстана хотите оплатить, так, с Казахстана вам вы на Сбер хотели оплатить рублями, мы вам можем положить два варианта, Киеви кошелек, Казахстан обычно платит, Сбер, золотая корона, в общем, мы сейчас эти варианты вам скинем, а вы там уже выберите, да, золотая корона, сейчас Гульнар вам скинут, Надежда вам тоже сейчас весь перечень скинут, а вы там из перечня уже нужной себе выберите. так, вот по золотой короне начали трудности возникать, раньше Украина могла пользоваться, золотой короной сейчас уже увы нет. я оформила заказ оплатила заказ за курс, а когда можно ожидать получения курса? Елена буквально сейчас оформит, да, соберут все заказы оплаченные, их уже много оплаченных заказов, их сейчас все соберут, я это сейчас Владимир Петрович переправлю и он буквально в течение нескольких минут вам тоже переправит. Так что я думаю в течение 15 минут все это будет сделано Елена. В ближайшие ну давайте 30 минут возьмем сегодня в ближайшие 30 минут все это будет сделано. Так, сейчас вот Эльвира соберет все заказы. Кто уже оплатил? Сейчас я это все переправлю Владимиру Петровичу и он начнет вам рассылать. Так, сообщение Светланы я не вижу. Так, а можно оплатить наличные янекс. деньги через Евросейденов Четверт. Можно, можно, Светлана, можно. Светлана, вы делаете заказ. Ага, все, Светлана. Значит, если вы заказ сделали, мы вам сейчас на почту еще раз продублируем этот Яндекс. кошелек и вы с этим номером пойдете в Евросеть, покажете, скажете, вот мне надо на этот кошелек положить 3000 рублей. Больше им ничего не надо объяснять. Скажете, 3000 рублей вот на этот кошелек. там без процентов. Потом вы сообщаете на почту о том, что вы оплатили, по какой системе, по Яндекс. кошельку. Оплатила по Яндекс 3000 рублей восток. Тогда мы будем знать, что это от вас. Платеж то мы сразу видим, когда вы оплачиваете, а вот фамилия, не указана. Так что по почте потом нас извещайте. Ну, кто в моем чате или в моем чате извещайте, кто знает мой скайп, в моем скайпе извещайте. Кто получил приглашение на email адрес на это мероприятие, вы можете обратным письмом написать, что вы оплатили. В общем, все будет здорово. Письму спам попало, все прочла Гульнага. Ну, вот, видите, вы можете пометить мое письмо, которое спам попало, как не спам, и будете в курсе всех мероприятий, которые я провожу практически каждый день. Будете знать, кто выступает, с какой темой, и все, что вам интересно, сможете посещать. Обычно вы собираетесь в 20.00 по Москве, но сегодня были определенные обстоятельства, и мы начали 20.00. Вот, видите, спам-фильтры, они непредсказуемы, они на какое-то слово могут сработать, они могут сработать на на все, что угодно. У кого почта на mail.ru очень много письма ходит сразу спам. малою блокирует всех нещадно, беспощадно. так, ну что, давайте с вами попрощаюсь, сейчас я техническими моментами займусь пересылкой оплаченных заказов Владимиру Петровичу. Есть какой-то вопрос, увижу в чате. Да, да, Наталья, можете оплатить терех, демирование, можете. Давайте, Наталья, мы вам другой вариант пришлем. У нас сегодня два организатора есть с Украины со своими приватами. Давайте мы вам сейчас, Наталья, на почту вышлем другие реквизиты. Не будем сегодня тереху, Людмилу Владимировну тревожить. У нас сегодня есть организаторы с Украины. У них свои есть приват реквизиты. Сейчас чуть-чуть, Наталья, подождите минуту-две вам сейчас вышлют на почту. Кстати, если вы не увидите реквизиты приватбанка на своей почте, тогда посмотрите папочку спам. А какой срок оплаты? Срок оплаты нет. А вот был до 12 ноября написано, да? В течение суток, вот, если вы хотите именно с бонусом, двое суток с плана. Одиннадцатая, двенадцатая. Если без бонуса, тогда в любое время оплачивайте. Если хотите все-таки с бонусом, старайтесь двое суток уложиться. Ну все, я отключаюсь, но за чатом буду следить. Будет вопрос, я выйду в эфир, отвечу. Всем пока, доброй ночи, благодарю всех за внимание. субтитры, субтитры,